Воскресный вечер Воскресный вечер Волнуетесь? Нет, не волнуюсь Почему? Откуда такая уверенность? Это разве не первый ваш референдум? Я чувствую поддержку людей, вы знаете, чувствую атмосферу на улице И, соответственно, когда такое вот есть ощущение единства, то меня ничего не пугает Сергей Валерьевич, вы появились практически из политического ниоткуда Вдруг возник человек, который разнимал две противоборствующие толпы Рядом с вами стал представитель крымско-татарского сообщества И через какое-то время вдруг мы увидели, что еще недавно предприниматель До этого выпускник военного училища Оказался в руководстве двухмиллионного территориального объединения Которое теперь претендует на независимость и планирует войти в Россию Каково это такой быстрый взлет? Как вы себя ощущаете? Дело в том, что это относительно не быстрый взлет А поскольку я являлся депутатом Верховного Совета Крыма То я знал все внутренние процессы, происходящие в автономии Мы готовились к тому, чтобы взять власть Взять власть мирным путем в результате избирательной кампании Партия Русское Единство вела активную работу на местах В течение четырех лет Соответственно, я как депутат вел регулярно прием граждан И знал, что происходит в автономии на каждом месте Поэтому выбор, наверное, который случился Он был обусловлен временем Люди, которые способны принимать решения Оказались впереди И, соответственно, мне депутаты парламента Крыма Доверили почетную должность премьер-министра В этот ответственный период Но жена сказала, Сергей, куда ты идешь? Нет, не сказала Молодец, жена, боевая подруга Есть ощущение, что могут быть провокации, взрывы? У нас было много информации о том, что правый сектор что-то готовит Регулярно задерживает людей со взрывчаткой, с огнестрельным оружием Насколько сейчас спокойно, насколько сейчас контролируется ситуация? Обстановка нами контролируется на территории Автономной Республики Крым на 100% Контролируются все въезды в автономию Аэропорты, железнодрожные вокзалы, морские порты Силы самообороны, совместные службы безопасности, милиции Несут службу в режиме патрулирования на общественно значимых местах Поэтому мы гарантируем гражданам спокойствие и безопасность И исходя из этой ситуации мы сегодня понимаем, что совместно мы можем сохранить мир в Автономной Республике Крым И сделать свободный выбор 16 марта 2014 года в исторический день Сейчас это прозвучало, как такая военная сводка И стала сразу видна военная косточка Но, тем не менее, подтвердилась информация о попытке минирования кафе? Подтвердилась информация, что ездили непонятные люди, пытались отбирать паспорта у крымчан и их уничтожать? Нет, эта информация не подтвердилась Мы держим все полностью на контроле И дезинформация, которую выбрасывают нам периодически различные СМИ Проверяется нами своевременно и принимаются на месте решения При этом наши оппоненты знают, что поскольку мы сконцентрированы, внимательны И все находятся на своих местах У них нет варианта и шанса совершить какую-либо провокацию Мы всех предупреждаем, что все, кто придет с оружием Понесут наказание в уголовном порядке на территории Автономии К вам вернулись бойцы Беркута, которые до этого тяжелейшие месяцы провели в Киеве Если я правильно понимаю, они сейчас охраняют внешний периметр И там постоянно идут некие провокации с противоположной стороны Насколько вот там напряженная точка? Я уверен, что граждане Украины не хотят конфликтовать с крымчанами Граждане причем любых национальностей И сегодня те, кто совершает такие провокации Это группа радикалов в количестве не более двух-трех сотен человек Которые перебрасываются, то есть пытаются, вернее, на территорию автономии И которые имеют намерение дестабилизировать здесь ситуацию Но самооборона совместно с Беркутом и с частями внутренних войск И частью вооруженных сил Украины, которые перешли на сторону законного правительства Полностью контролируют ситуацию И, соответственно, они сегодня, понимая поддержку людей, тоже спокойны Сергей Валерьевич, а много украинских военнослужащих, которые не перешли на сторону народа Крыма И какова их дальнейшая участь? Сегодня на сторону правительства не перешло две войскские части Из них, то есть как бы на сегодняшний день активно выходят солдаты и офицеры При этом мы говорим четко и ясно, что никто из них не будет подвергнуть преследованию Всем будут сохранены полностью весь пакет социальных выплат Получат зарплату и пенсию в полном объеме за счет бюджета автономной республики Крым И никому из них не будут предъявлены обвинения То есть никаких дискриминаций, никаких оскорблений, никаких унижений? Однозначно, при этом люди, которые встречают солдат в выходящих из военных частях Встречают их аплодисментами и поздравляют Военнослужащие чувствуют эту поддержку и, соответственно, спокойно делают свой выбор Интересно Вам предлагали из Киева варианты торга? Пытались с вами договориться, купить Сказать, ну ты же понимаешь, кто за нами, какие могучие силы Зачем тебе это надо? Одумайся Дело в том, что даже в мирное время в боеспособность украинской армии Верило только 3% граждан Украины Это данные социологии Поэтому в данном случае, то есть, как бы, все понимают, что никто никого не боится Ну и вообще со мной разговор языком силы, он неуместен Все знают, что я не продаюсь, не покупаюсь И никаких сомнений в том, что я оправдаю выбор людей То есть, лично у меня нет Это хорошо Но, тем не менее, пытаются делать предложение? Пытаются выйти на какой-то переговорный процесс? Делали предложение только один раз Пытаясь предложить мне различные кадровые варианты То есть, вам должность предлагали? Ну, конечно, они думают, что всех меряют, что по себе Поэтому предлагаются ответственно на то, на что бы пошли они А денег в должности? Нет, не предлагают, они знают, что это бесполезно Тяжелый вы человек для политики Ни должность не нужна, ни денег Бывает и так, бывает и так, да И хорошо, когда в сложные моменты такие люди находятся и приходят во власть Референдум, которого все ждут Возникали внутренние противоречия, вопросы Еще недавно вы стояли такими тревожными волнами С одной стороны, русские С другой стороны, крымские татары Какие сейчас отношения с крымскими татарами? Удалось ли договориться? Удалось ли снять напряженность? И что выиграет крымско-татарское сообщество После проведения референдума? Вы знаете, я уверен, что у нас получится совместно сохранить Межнациональный и межконфессиональный мир Поскольку крымские татары живут теми же ценностями, что и русское население автономии Хочет иметь свою перспективу, растить детей В стабильном прогнозируемом месте, вот таком, как Автономная Республика Крым И сегодня на бытовом уровне крымские татары понимают Что вхождение в Российскую Федерацию Соответственно, позволит им перейти на качественно новый уровень жизни Поскольку все социальные выплаты, социальные пособия, законодательства Которые сегодня позволяют возможность реабилитировать крымско-татарский народ В России уже работает Поэтому совместно мы с крымскими татарами То есть сегодня разработали дорожную карту И уверен, что мы сможем совместно построить наше счастливое будущее Но при этом в России некоторые говорят, что зачем нам Крым? Да, крымчанам понятно Повысится до российского уровня уровень жизни бюджетников, пенсионеров, военнослужащих Но не будет ли это обузой для бюджета России? Вот Крым сам Насколько может зарабатывать? Насколько это край, который будет генерировать доход? Вы понимаете, различные государственные образования, которые сегодня есть в мире С гораздо меньшим потенциалом, чем Крым Имеют колоссальный показатель И размеры бюджета до 50 раз больше, чем автономия Возьмем Сингапур, например То есть 2 миллиона населения бесполезных ископаемых Это для меня икона бизнеса, стиля То есть в котором сегодня просто нет свободного места И сегодня даже метро роют на насыпных островах То Крым сегодня с громадной территорией Имея миллион 700 тысяч гектар пахотной земли Колоссальные природные ресурсы Имеет возможность сегодня получить бюджет Как минимум на уровне Сингапура Сегодня бюджет автономной республики Крым Это 500 миллионов долларов А бюджет Сингапура 46 миллиардов в этом году Поэтому потенциал у нас есть Мы не глупее других Сергей Валерьевич Возникают вопросы по поводу шельфовой нефти То есть, как я понимаю, сейчас уже ведутся и с вами переговоры Иностранными компаниями по судьбе нефтяных залежей Значит, все недра, все природные богатства Которые принадлежат сегодня и находятся в территориальной зоне автономии Будут национализированы Поэтому мы сегодня можем отстоять совместность Российской Федерации Право на добычу полезных ископаемых На территории автономной республики Крым И никто наш выбор не оспорит Насколько это богатые залежи? Это действительно перспективные залежи Сегодня на этих месторождениях работают две вышки Нефтяные и бурильные Мы уверены, что сегодня вопрос, который должен пройти после референдума А именно вопрос национализации Позволит обеспечить газом полностью Крым в полном объеме Так что можно сказать, что Крым идет не с пустыми руками, а с богатым приданным Несомненно Сергей Валерьевич, как смотрит остальная Украина на то, что происходит у вас? Вот у вас сейчас мир, у вас нет драк У вас нет того жуткого происшествия, которое вчера произошло в Донецке С трупами, с избиениями Смотрит на вас восточная Украина? Какое ждете вы развития событий после референдума? Каждый день на горячую линию Совета Министров поступают сотни звонков от жителей Юго-Востока И от наших соратников по партийной деятельности, которые проживают в Одессе, в Керсоне, в Николаеве, в Донецке Они все по-доброму нам завидуют и хотят быть вместе с нами При этом сегодня Крым будет являться несовменно форпостовом русского мира в Украине И мы сегодня готовы предоставить возможность здесь на месте переждать политические репрессии Всем русскоязычным активистам Юго-Востока Украины При этом мы однозначно будем поддерживать своих соотечественников и не оставим их в беде Поддержим их в любой ситуации Приезжают сегодня народные депутаты Украины, действующие И все говорят одно только Мы вам всем по-хорошему завидуем Сергей Валерьевич, ну вот вам все по-хорошему завидуют А вот сейчас Крым, насколько зависит от Украины Могут они перерезать пути поставки Могут они вас задушить голодом Отрезать вас от энергообеспечения Помешать с интернет-связью, с телефонии То есть, насколько вы от них зависите Насколько мягким, гладким может быть переход? Ну, полностью гладким ничего не бывает Но, тем не менее, мы готовы к любому развитию ситуации При этом оснований для отключения крымчан от энергоносителей Сегодня у Украины нет Поскольку долгов перед энергопостоявляющими компаниями у крымчан нет При этом у правительства есть резервный план Который разработан совместно с представителями Российской Федерации По поводу формирования дублирующих, генерирующих мощностей на местах Которые работают на солярке и на газе Соответственно, то есть мы уверены, что мы сможем обеспечить электроэнергией Все население автономии При этом действия украинской власти будем расценивать как диверсию По-доброму И с диверсией будете бороться? Несомненно Побоюсь спросить даже, какими методами вы собираетесь бороться с диверсией? Дело в том, что только законными И только принимая адекватные меры зеркальные Именно в контексте сегодняшних отражений с городом Киевом Сергей Валерьевич, а что вам не нравится в киевской власти? Вот почему вы не хотите с ними договориться? Вот что лично вас, как гражданина, как бывшего офицера Хотя сложно сказать, бывают ли офицеры бывшими Заставило пойти по этому пути? Дело в том, что мы неоднократно во время того, как Майдан боролся с властью в Киеве Обращались к представителям Верховной Рады Украины С тем, чтобы они дали правовую оценку тем событиям, которые происходили на Западной Украине В части захвата государственных зданий, сооружений, органов внутренних дел, прокуратуры Избиение сотрудников милиции И, соответственно, тот процесс, который проходил на Майдане Уже во второй части, когда стреляли сотрудников милиции Однозначно не мог иметь места в мирном государстве При этом наши обращения оставались регулярно без ответа Никто на это внимание не обращал Ни вооруженные, ни формальные объединения в городе Киеве Проверяют, досматривают машины граждан, не имея на то никаких оснований Досматривают квартиры, проводят обыска, не имея на то никаких законных оснований При этом мы видим, что ни Верховная Рада, ни правительство Никаким образом не реагируют на данную ситуацию Понимая, что они не имеют желания и возможности сегодня справиться с радикалами Мы решили, что крымчане должны сделать свой выбор И в этой части я принял решение о переподчинении силовых структур Лично себе на период переходного периода И, соответственно, Верховный Совет Крыма дал мне эти полномочия И после этого Верховный Совет принял решение о том, чтобы назначить референдум Дабы крымчане могли сделать свободное волеизъявление Сергей Валерьевич, у нас много говорят не о нацистских настроениях на Западной Украине в Киеве О Бандере, о Шухевиче О том, что де-факто это вот недобитки Великой Отечественной войны поднимают голову То есть их наследники Это российская пропаганда или это соответствует действительности? Нет, это соответствует полностью действительности Если бы они действительно вели не русофобскую политику А пытались найти компромиссы с жителями Юго-Востока на справедливой основе То, конечно, и сегодняшнего, может быть, референдума бы и не было Но, тем не менее, они пошли по пути угроз По пути ущемления прав русских граждан Украины и Крыма И, соответственно, ничего нам другого не оставили Как и возможность провести референдум и сделать свой правильный выбор Если мы говорим о референдуме Ждете ли вы международных наблюдателей? Если да, из каких стран они будут? И не огорчил ли вас отказ АБСЕ прислать своих наблюдателей? Никоим образом нас такой отказ не огорчил Мы понимали, что часть западного мира Те, которые не настроены на конструктив Они в любом случае, хоть даже если мы сделаем все прозрачно И у них перед носом Они категорически не признают наше решение Поэтому в данном случае мы приглашаем только тех Кто настроен конструктивно Кто хочет строить с нами отношения Работать с нами дальше И, соответственно, будет подавать события Которые происходят в автономии Ну, в истинном свете То есть так, как оно есть на самом деле А из каких стран это будут люди? Сейчас рабочая группа Крымского парламента Формирует перечень этих журналистов и наблюдателей И, соответственно, примет решение В ближайшее время И решение будет висеть на сайте Верховного Совета Автономной Республики Крым А зачем вы отказали в праве въезда Тем представителям ОБСЕ, которые пытались ехать в Крым Какого-то американца не пустили Вы чего-то скрываете? Вы боитесь, что они вдруг что-то увидят? Увезут тайну крымского солнца? Дело в том, что они хотят видеть только то, что им надо Вы понимаете? И они в упор не видят, опять же, радикальные события на Западной Украине То есть, как бы, и угрозу жизни жителям, которые там проживают Но пытаются найти соринку, то есть, как бы, здесь на месте, в Крыму При этом выдумывают ситуацию Провоцируют сами различные действия Подъезжают к воинским частям украинской армии И пытаются вывести командиров на деструктивный разговор Поэтому мы не приветствуем приезд таких людей на территорию автономии Ну, теперь понятно И последний вопрос Так как, понимаю, вам надо идти готовиться У вас в воскресенье большой-большой день Время остается уже десятки часов Какие ожидания? Какая будет явка, какой будет процент? По различным социологиям явка будет за 80% А процент избирателей, которые проголосуют за первый вопрос То есть, присоединение к Российской Федерации, еще выше Поэтому мы уверены, что это будет подавляющее большинство крымчан, несомненно Ну что же, тогда, я надеюсь, летний сезон будет не сорван И Крым увидит большое количество приезжающих сограждан из России У нас на сегодняшний день находится делегация из Российской Федерации Огромное количество министров Различных регионов Российской Федерации Которые приехали с одной целью Помочь нам провести курортный сезон на высочайшем уровне Мы им за это благодарны Низкий за это поклон Гражданам Российской Федерации Властям Российской Федерации Которые не забывают, что Крым Это в том числе, то есть, русская земля, где есть русский дух И где люди разных национальностей живут в мире и спокойствии Спасибо большое, Сергей Валерьевич Удачи вам на референдуме Спасибо вам Ну и посмотрим, какой будет выбор народа Крыма Через несколько минут в студии «Воскресный вечер» Обсудим реакцию в мире на крымский референдум Почему граждан Крыма отказывают в праве самим решать свою судьбу Чем руководствуются западные страны Политической целесообразностью Или сиюминутными интересами А пока реклама на канале «Россия» Вчера Европарламент принял воинственную антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине Санкции против России могут пустить ход уже в понедельник Сразу после крымского референдума Отлучение от большой восьмерки Разрыв торговых связей Визовые ограничения Западные лидеры изобретают пути давления на Симферополь через Москву Но решатся ли они перейти от слов к делу? Чем может ответить Россия? И почему голосование, которое должно пройти по всем демократическим стандартам Вызывает такую нервную реакцию на Западе? Не первый раз за мою жизнь у меня возникает один и тот же вопрос Почему они нас так не любят? И почему они нас не слышат? Причин несколько Первая и самая главная причина В мае будут новые выборы в Европарламент И вчера, когда мы были в Европарламенте Практически каждый из евродепутатов, с которыми мы встречался В кулуарах открыто признавался Знаете, нам сказали, что если кто-то из нас будет оголтело поддерживать российскую позицию Или выступать против европейского тренда Может не рассчитывать на места в новом Европарламенте Вот так у них понимается демократия Вы меня извините, я может что-то не понимаю Там тоже по разнарядке что ли места вы давите? Там не просто по разнарядке, а по прямому жесткому фильтру Который согласован с Океанской администрацией Это совсем не фантом Моя любимая теория заговора Да, у нас тут есть целый живой депутат Европарламента Может быть он что-то так помнит Управляемый напрямую из Ленгли, как я понимаю Это мы его спросим Но я хочу сказать, что даже по той резолюции, которая была вчера принята Сколько депутатов было в зале, когда ее принимали? Ну где-то чуть больше 300 Чуть больше 300 Сколько депутатов в Европарламенте? 764 Это значит, что по демократическим нормам эта резолюция не могла быть принята Потому что она принята меньше половины голосов депутатов Там ситуация была такая сложная, на самом деле уходил последний поезд Это симптоматизм, что уходил последний поезд Эту резолюцию принимали последний Просто фраза уходил последний поезд, сразу такая тень Жириновского Там у нас, к сожалению, нет регулирован, трафик нет регулированный Поэтому все депутаты хотят попасть на этот поезд Он единственный из Страсбурга в Брюссель и обратно Поэтому все очень сильно бегут А тут затянулось голосование Тем более эта резолюция была в конце И поэтому так мало было депутатов Кстати, один из наших депутатов, известный тем, что он занимается именно российскими проблемами Встал и сказал, а почему мы тут это голосуем Это нелегитимно, потому что гораздо меньше депутатов, чем должно быть На что ему ответили, что давайте все-таки придерживаться правил Все-таки должно быть меньше, чем одна треть, тогда это нелегитимно Ну вот, и в результате парламент проголосовал этой частью За то, чтобы это... Но я хочу сказать еще один очень важный аргумент Извини, Александр, что перебиваю Дело в том, что, как это не парадоксально звучит, евродепутаты не имеют достоверной пройдивой информации о том, что происходит на Украине и в Крыму Они прямо под протокол во время официальных встреч говорили о том, что ситуация, которая происходит на Украине, им воспринимается исключительно через западные средства массовой информации И о большинстве фактов массового нарушения прав человека, которые мы им привезли и показали собой, они были просто совершенно неинформированы Подействовало или важнее был поезд до Брюсселя? Ну, поезд для многих был, конечно, важнее, но подействовало, потому что та самая резолюция была не поддержана целым рядом депутатов разных фракций Европарламента, которые открыто голосовали против антироссийской резолюции Было очень странно, что в конце этой резолюции почему-то не было электронного голосования, так было кто за, кто против, знаете, вот так, раз-два И не было понятно, какое количество голосовало, поименно кто голосовал, кто за, кто против Мы, конечно, подали свой голос, попросили, чтобы все-таки это все отобразилось на экране, чтобы было понятно, кто Потому что многие депутаты представляют левый сектор, а левый сектор имеется в виду левых Это социал-демократы, это коммунистов есть фракция То есть те люди, которые имеют немножко другой взгляд на эту проблему, или, скажем, более толерантны, не такой, как показано в западной прессе, или как показано в российской прессе Он где-то усредненно, потому что право находится посередине Вот мы не смогли просчитать, кто же голосовал за, кто против Я голосовал против этой резолюции, потому что эта резолюция, это антироссийский выпад Потому что все, что здесь написано на 90% написано некорректно, написано непрофессионально Я ее даже взял сюда, перевел, я вот успел все-таки, Сереже, привезти ее, потому что мы работаем с ним в одной комиссии Он улетел чуть раньше, я улетел чуть позже, ну, примерно в одно время Я показал сегодня эти пункты, конечно, некоторые из них мы можем обсудить И чем нам грозит речь? Нет, ну таких, во-первых, надо иметь в виду, что Европарламент, это не орган, который, как сказать, может осуществлять санкции Он всего лишь рекомендует Еврокомиссии, Еврокомиссия это Совет Министров Европы Он также рекомендует Совету Европы, это объединение всех президентов всех стран Европы Да и что он посоветовал? Он посоветовал, посоветовал две вещи, которые, на мой взгляд, считаю, никакого отношения к этому кризису в Крыму не имеют Ужесточить санкции по выдачу виз российским гражданам на Запад Я вижу здесь одно, что, значит, позиция российского правительства, если она не нравится, позиция российского правительства, то за это должны пострадать простые жители России Ну это обычная логика, так оказывается давление на правительство России Это сделано с одной целью для того, чтобы еще, кроме того, что расколото украинское общество, расколоть и российское общество Ну не получится, на самом деле, так расколоть российское общество, потому что мы понимаем, что чем больше абсурдных санкций нам выдвигаются, тем больше это, как раз, консолидирует российское общество Но мы же своих не продаем. Да, пожалуйста. Валой, вы поставили очень правильный вопрос о том, почему они так относятся к этой ситуации. Я достаточно хорошо помню самое начало нового периода в мировой политике, когда распался Советский Союз. Тогда очень многие представители политического класса и США, и Западной Европы однозначно сказали, что да, мы навсегда хотим, чтобы Россия и Украина были отдельно. Более того, очень многие предельно откровенно на различных форумах говорили о том, что Украина рассматривается как сильный противовес Российской Федерации. При всем при том, что Россию, да, давайте восьмерку примем, к сожалению, наше руководство тогда насчет восьмерки, вы поняли вопрос тоже, слишком большое значение придавало членство восьмерки, и даже многим поступилось ради этого. На самом деле, вот сейчас значение восьмерки существенно упало. По сравнению с двадцаткой, с группой двадцати, восьмерка уже играет значительно меньшую роль в глобальном управлении. Поэтому то, что нам грозят отменой восьмерки или переносом восьмерки, от этого, я считаю, нам ни холодно, ни жарко. Больше времени останется у руководства на решение других дел. Да, но от финансовых санкций нам может быть и холодно, и жарко. От финансовых санкций, это другой вопрос. Финансовые санкции, они не зависят от того, там соберется, скажем, восьмерка в каком-то формате, они могут решить вопрос совершенно по-другому. Финансовые санкции какие-то, скорее всего, будут. И нам, конечно, нужно готовить какие-то ответные меры. Но при этом надо понимать, что и визовые санкции, и финансовые санкции, и какие-то санкции по подготовке или неподготовке тех или иных документов будут прежде всего невыгодны как раз самому Европейскому Союзу. Потому что он, как наш самый главный экономический и торговый партнер, будет страдать по всем тем инвестициям, которые он в течение этих десятилетий вкладывал в Россию. Да, прошу. Ну, мне кажется, что здесь важно еще отметить и то обстоятельство, что санкции всегда вводятся в наказание за нарушение международных правовых норм. В нашем случае, это уже многократно подчеркивали многоопытнейшие юристы, международники, никакого нарушения нет. Можно, конечно, смотреть на сложившиеся обстоятельства с разным точек зрения, но если посмотреть в совокупности, то сегодняшнее проведение референдума в Крыму полностью соответствует нормам международного права. И прежде всего, двух факторов 1966 года. Это пакт о гражданских и политических правах и пакт об экономических, социальных и культурных правах человека. Более того, в 1969 году, хочу напомнить, была принята Венская конвенция о праве международных договоров, которая поставила международные правовые документы выше документов национальных. Если говорить о ссылках, вспоминать ссылки на то, что Конституция Украины запрещает проведение такого рода референдумов. Но я не думаю, что Конституцию Югославии позволяла Косовскому председу. Абсолютно не позволяла. Более того, я хочу вам напомнить, что произошло когда-то в Фонтенблоке, когда обсуждался Косовский вопрос, и когда перед тогдашним госсекретарем Мадлен Олборой был поставлен проблем. Каким образом вы поддерживаете Косово, это противоречит сербской конституции. На что она сказала, есть пакты 1966 года, и они выше, чем национальные законодательства. А, я понял. То есть, цитируя Барака и Обама, получается, у Путина и Олбрайт был один и тот же сет юристов. Да, да. А у Обама другой. Я бы хотел, знаете, еще привлечь внимание к одному обстоятельству, вот, понятую то, о чем вы говорили, что значительная часть общества на сзади, включая, я думаю, и часть европалламентариев, хотя, может быть, они руководствуются и политическими соображениями, скорее всего, но значительная часть просто зомбирована, и той информацией, которая потоком сегодня льется, мы видим это по всем каналам телевидения западного, да и не только западного, к сожалению. Ведь речь идет о том, что впервые крымчанам предоставлено право, наконец, высказаться, а как они хотят жить. Хочу напомнить, в 1954 году их никто не спросил об этом, хотя юридической точки зрения принятые тогда решения не безукоризненные, мягко выражаясь. Когда распался Советский Союз, их тоже об этом никто не спросил, хотя, как известно, Крым был и в составе РССР, до этого Российской Федерации. Но надо вспомнить, что тогда как раз спросили все население Советского Союза, и оно не хотело распадаться. Да, оно высказалось за сохранение. И, наконец, я хочу сказать, что, конечно, человек из Техаса, Орландо или, может быть, даже из Эдинбурга не бывал в Крыме, и он не знает. А мы с вами хорошо знаем, что крымчане, когда бы мы с ними ни говорили, в 90-е годы, в 2000-е годы, они всегда с обидой и непониманием говорили. А почему не ставится вопрос о том, чтобы мы все-таки приняли решение в своей судьбе? Наталья Александровна, а кто зомбированы? Они зомбированы там или мы зомбированы здесь? Вот как определить, на чьей стороне правда? Вы знаете, зомбирована особенно американская публика, потому что какой-нибудь житель Техаса действительно, видя нынешнюю территорию Украины, уверен, что именно когда-то, в несколько веков назад, именно эту украинскую территорию, независимое украинское государство захватили эти проклятые, значит, москали и с тех пор мучают и пытают. Они понятия не имеют о том, что Чагиринская республика Богдана Хмельницкого, вот такое крошечное пятнышко на нынешней территории Украины, только и соединилось с Россией, что остальное только благодаря силе России так или иначе было принято под российскую корону. Не в этом дело. Французская публика, например, только что оттуда, удивительно показывает результаты, несмотря на то же зомбирование, на очень односторонний показ по телевидению. Они не видели ни факельных шествий фашистов по Киеву, которые на меня произвели такое впечатление, что я просто не могла спать. В конце концов, мама моя полгода в годы войны в оккупации держала еврейскую семью в подвале своего дома, потом в концлагере и в тюрьме побыла, и партизанка медаль получила. Так вот, Фигаро практически каждый день печатает вполне лояльные статьи, привлекая каких-то известных либо журналистов, политологов и даже социологов, которые говорят, что позицию России можно понять то-то, то-то. Ну такой блестящий политик французский, основатель соцпартии, как Шевеньман, уважаемый очень. Просто большое интервью с ним было Фигаро, где он говорит, какие санкции, без России Европа не полна, мы ей так обязаны, Россия, в двух войнах и так далее. И потом, ведь смотрите, Крым был несправедливо передан, и вообще не надо было так давить на Россию. И наконец появляется статья, разговор с социологом, которая заглавлена. Это Фигаро. Почему интернет-сообщество имеет совершенно иное мнение от того, что мейнстрим французских медиа. И социолог прямо говорит, для консерваторов, галлистов, Путин это единственный лидер, который имеет чувство истории, страны, судьбы в мировой истории, защиты национальных интересов. И поддержка и положительное отношение к его действиям, я цитирую, как энергичному и прекрасно защищающему интересы собственной страны. Это альтернатива, это отторжение интеллектуального во Франции, вот той политики меркантильной, рационалистической, декадентской, в смысле ценностей, которую проводит Евросоюз. То есть я понимаю, что к нам теперь еще и Франции попросятся? Ну нет, Аланг один из застрельщиков, но... Двадцать четвертый пункт резолюции хочу зачитать, он многое объясняет. Для Украины приветствуют предложение комиссии модернизировать газотранспортную систему Украины и оказать помощь в выплате задолженности Газпрому. Понятно. Пререспределение. Происходит переспределение рынка, все остальное, знаете, все остальное это уже... Лирика. Лирика, да. Там и про НАТО еще есть, насколько я знаю. И еще призывает НАТО, косвенно призывает НАТО участвовать в этом конфликте. То есть я думаю, что украинцы могут и сами разобраться. Но суть-то сейчас про санкции хочу сказать. Я депутат от Латвии, и хочу сказать, что мы посчитали, чем обернутся санкции Евросоюза для Латвии. 60% оборота. Латвия это работа с Россией. Если 60% этого оборота изъять из латвийской экономики, то посыпется экономика, которая и так на ладом дышит. Простите, я правильно понимаю, что через полгода вы проведете референдум? Нет, он здесь. Мы через полгода не проведем референдум. У нас ровно через два дня эсэсовцы будут маршировать по Риге 16 марта. Это тоже о многом говорит. Если премьер-министр Латвии говорит о том, что он запрещает своим министрам приходить к памятнику вместе с эсэсовцами, то я хочу задать премьер-министру один вопрос. А почему бы не запретить в общественных местах дни поминовения преступной организации добровольческого легиона Вафен-Эсэс? Они 16 числа будут там. Учитывая то, что моя семья, всю семью моего деда расстреляли в юго-восточной Латвии во время войны, у меня к этому очень жесткое отношение. И министр юстиции, бывший Тевзом и Андривами, который тоже пойдет к этому памятнику, подал на меня в суд за то, что я назвал его неофашистом. Он считает. А Виктор, вы давно предупреждали, что дождетесь будут убивать евреев на улицах Киева. Вот сегодня пришла информация, что избили раввина. Сегодня пришла информация, что следят, составляют графики, кто ходит в синагогу, смотрит кто когда, избивают евреев. То есть то, что Европа обычно реагирует очень болезненно. Очень острое. Кто-то заметил? В любом случае, эта информация замалчивается западными СМИ. Она проскакивает в новостях в Израиле. Вообще в Израиле отношение, конечно, совершенно другое, чем на Западе. Я прилетел из Иерусалима с чувством как раз огромной гордости за ту страну, в которой я родился. Я родился в Москве. И в эти дни среди моих соотечественников-израильтян я могу сказать, мы гордимся тем, что мы знаем русский язык, и мы гордимся тем, что родились в России и помогаем ей в эти сложные дни. Потому что мы оказались снова в одних окопах. На Украине сейчас льется русская кровь, на Украине льется еврейская кровь. Того раввина его не просто избили, но его еще прирезали. Это третий случай, кстати. Ань, по них лозунг утопим жидов русской крови. Как может вообще Запад молчать? На Украине уже имели место, по сути, русские погромы. Имели место осквернение синагог, также и нападение на еврейские центры. Хочу вам сказать, что еще 4 месяца назад 62 депутата Кнессета из 100 подписали воззвание как раз к Европарламенту обратить внимание на неонацистские организации на Украине. И также упомянули проблему русофобии как отдельно выделенную проблему. Именно первыми, кто заговорил о русофобии на Украине, были наши израильские депутаты. Я этим очень горжусь. Дальше. Израиль, кстати, в эти дни ведет переговоры с Россией о вступлении в таможенный союз, если кто-то не знал. Это пример для многих и новость хорошая, думаю, для наших обеих стран. Фашизм на Украине намного опаснее, чем мы думали до недавнего времени. Что это какая-то группировка бандеровцев, которая где-то на Западе чинит злокозненные какие-то выходки. Нет. Когда умеренные и вполне культурные, так скажем, представители Украины в ООН, Сергеев, выступают с речью о том, что нюрнбергские процессы вообще были основаны на фальсифицированных советских документах. Если это не отрицание Холокоста, не отрицание всех зверств нацистов во время Второй мировой войны, то что это еще такое? Вы знаете, я могу очень точно сформулировать, почему нас не понимает Америка и почему нас не понимает Барак Обама. Потому что они не понимают, что вот для нас, идущие бандеровцы, для людей, в семьях которых есть люди погибшие, замученные во время Великой Отечественной войны, не только нацистами, но нацистами всех мастей, как немецкими, так и украинскими и многими-многими другими. Вот для Обама это то же самое, если бы по центру Вашингтона прошла демонстрацию куклу с клана с призывами уничтожить всех негров. Вот тогда бы он понял, что ощущаем мы. Вот это то же самое, что для нас, что для Востока Украины, что для Крыма, когда маршируют бандеровцы, когда маршируют эсэсовцы в Латвии. Вот это для нас семейная история. И так же, как мы всегда были против любой формы апартеида, любой формы рабства, любой формы угнетения, мы не понимаем, почему в этой ситуации Америка не слышит элементарного довода. Это семейная трагедия. Потому что я хочу с Вашим позволения заметить, что самое последнее, чего России следует опасаться, это санкции. Россия огромная страна, 17 миллионов квадратных километров. Израиль с так называемыми оккупированными или как мы их называемые, освобожденными территориями, это 27 тысяч квадратных километров. И сколько раз мы уже переживали эти санкции? Из-за того, что западный мир отдавал предпочтение, например, таким не нацистским нету, но скажем нацистским брутто организациям, как Хамас, как организация освобождения Палестины. Израиль подвергался неоднократно санкциям за то, что боролся за свое существование. И это только придавало нам еще больше... У нашего народа проблемы. Чем больше бьют, тем сильнее становятся. Я вам гарантирую, что Россия... Я вам гарантирую, что Россия... Два слова. Россия продемонстрирует экономические чудеса, если они посмеют наложить какие-нибудь санкции. Я хочу сказать, что мы можем констатировать, что на Западе есть люди, которые трезво понимают эту опасность. Я думаю, вчера все мы с интересом и таким, я бы даже сказал, эмоциональным напряжением следили за выступлением в германском парламенте лидера левой оппозиции. Это было удивительно. И он вчера совершенно замечательно, по-моему, сказал, что в правительстве украинском фашисты, назвав тех, кто занимает эти должности, фашисты никогда не уходят от власти самовольно и по доброй воле. То есть надо иметь в виду, что эти люди, они стараются закрепиться там. И в конечном итоге может кончиться так, как когда-то трагически кончалось и в других случаях, что они станут ведущей и главной силой. Мы, если уж заговорили об истории о фашистах, надо же отметить, что создание национальной гвардии, если угодно, это в прямую аналогию уже с историей Гитлера, совершенно верно, и восхождение его к власти. То есть сначала своих молодчиков благодаря Ройму объединить в СА, а потом с их помощью уже навязывать свое мнение обществу. Неужели никто не изучает историю в мире? Я бы сказал, есть и более глубинные аналогии к теме Россия и западные санкции. Сказал бы так, что Россия практически никогда не накладывала санкции. Был, может быть, политические санкции. Может быть, один случай был в истории при Алексею Михайловиче, когда во время английской революции казнили короля Карла, то в ответ в Москве царь закрыл английский торговый двор за то, что они, государя своего Королуса, до смерти убили. Вот, это была санкция. Я думаю, поскольку они затем восстановили монархию, я думаю, что англичане должны были оправдать эту санкцию. Как историки сильно не любили санкции, экономические блокады, именно за невыполнение условий поддержки экономической блокады, когда-то на нас на плен пошел войной. Да, а я еще хочу вспомнить времена Очаковских и присоединения Крыма, как это происходило. Ведь это тоже была геополитическая ситуация, отнюдь неблагоприятная для России, ее расширение на юг, борьба с османами, она очень тревожила Запад. Англия и Франция были в острой оппозиции. Но здесь надо делать как раз акцент на статусе державы, я с вами совершенно согласен. Они не рискнули выступить открыто с военными средствами, пытались это дипломатически противодействовать присоединению Очакова и Крыма. Но русское правительство нашло хороший вариант, оно нашло союз с Габсбургами против общего врага Османской империи. И таким образом вышло из этой дипломатической изоляции и осуществил эту историческую миссию, о которой мы сегодня говорим. Это повторилось, когда Горчаков разослал свой циркуляр знаменитый о том, что Россия больше не связана унизительными условиями Парижского мира по проигранной Крымской войне. Он тоже заручился поддержкой тогда именно Пруссии, потому что французы отказали. С Габсбургами из Пруссии есть проблема, но у нас есть Китай, и позиция Китая сейчас очень важна. А что у китайских товарищей? А китайские товарищи буквально два дня назад заявили, потрясающую вещь на самом деле, только китайцы могут так формулировать, что меры санкции против России запустят бесконечную цепь ответных мер. Вот в китайском, переводя с китайского на русский, что ребята, у нас да, действительно мы 18% своего экспорта направляем в Европу, 17% в США, но ведь мы можем уже и не направлять. Какой скачок цен будет? И на самом деле Китай, хотя сейчас держится как бы немножко сзади России, и не говорит там одобряем, не одобряем, но Китай чётко заявил, что по сути дела, да, мы готовы к формированию стратегического союза с Россией. То есть по сути дела, вот эти меры приводят к тому, что мир не просто поляризуется, образуется, вот нужен был стимул, фактор, толчок. И Китай пошёл на это. Кстати, потрясающе, что Япония, которая якобы непотопляемая там авианосец США в Тихом океане, она же промолчала, она не поддержала открыто США и вообще все эти меры. Индия, которая стала, вдруг поняла, что вот это шанс Индии проявить себя и поддержала Россию. С Японией интересный момент. Вчера я говорил с японским политологом, который сказал потрясающую вещь, и нам надо понимать. Он говорит, ты знаешь, у нас последние дни были заняты тем, что мы обсуждали олимпиады, итоги, и никто не следил за Украиной. И когда вы вдруг увидели, что творится на Украине, ведь то, в чём когда-то Японию обвиняли в экстремизме, в милитаризме, сейчас происходит в Японии, на Украине, и никто из Европы это не осуждает. А вы к нам предъявляете претензии. То есть я правильно понимаю, что Китай, Япония, Индия санкции не поддерживают? 100% не поддерживают. Это, на мой взгляд, один из уникальных моментов, когда Япония и Китай, которые ругаются друг с другом, впервые выступают умеренно единым фронтом. Мы вернёмся сразу после небольшой рекламы. Не уходите далеко. Давайте честно обозначим страхи, чтобы наши зрители понимали чуть лучше. Ясно, чего боятся европарламентарии. Всё очевидно. Здесь не только переизбрание. Нет, они боятся, что вся послевоенная карта Европы, которую встряхнули после распада Советского Союза и уничтожения Югославии, сейчас в очередной раз вот так встряхнётся, и появится мотивация у многих пересмотреть политические границы. Ясно, почему нас так любит Китай? Потому что Китай думает, вот скорее Крым туда, а мы Тайвань хаб. Ясно, почему Япония. У неё свои территориальные претензии. То есть, получается, мы стоим на пороге принципиального изменения политической карты мира. Но ящик Пандоры открыли не мы. Ящик Пандоры после всех наших предупреждений открыли американцы и европейцы, открыто поддержав автономию Косово. Это надо понимать, мы предупреждали, здесь есть дипломаты, они подтвердят, ни в коем случае это нельзя делать. Это было сделано. Притом, было сделано, я хочу отметить, на уровне решений организации объединённых наций и международных судов. Мы стали говорить, в частности, ведь и о Польше, да, ведь у Польши же тоже неспокойно. С одной стороны, Польша может спросить, а что это за украинский город Львов, насколько он украинский. А с другой стороны, когда они изучают историю великих укров, которые теперь свидетельствуют о том, что Крым – это исконно украинская земля, на которой три века разрешали жить крымским татарам, а русских там вообще никогда не было, то ведь укры говорят, что и Польша – это тоже всё их. Нет, трою основали, я читала сама. А у вас есть сомнения? А кто из Египта вышел? Укры вышли из Египта. Основали трою. Основали трою. И уехали в Крым. Территориальные претензии никаких Польши не предъявляют Украине здесь. Пока. Но надо иметь в виду одно очень важное обстоятельство. Ярош уже заявил, претензии территориальные и к Польше, и к Венгрии. Вот у Яроша есть. У Яроша они есть. Поляки такого рода претензии не предъявляли. Но я должен сказать, что позиция Польши такая, боевая в этом вопросе, она немножечко удивляет. Мне пришлось довольно много лет работать с польскими историками по сложным вопросам. И всегда, когда упоминались самые трагические страницы истории 20 века, поляки вспоминали о Волынской резне. О страшной трагедии, которая случилась в Волыне-Подоле, где погибли по разным данным от 30 до 100 тысяч человек. Зверски уничтожили. Гражданский след, детей и женщин. И вот здесь база вопросов. В том числе. К трехлетним девушкам животы вспарывали. Это совершенно история, которая... Там вообще они насчитали чуть ли не 50 способов, может быть, даже больше уничтожения гражданского населения. И это совершенно трагическая история. И тем более удивляет, когда один из лидеров оппозиции нынешний, брат покойного президента, приезжает, который недавно совсем говорил о том, что 21 июля 43-го года надо сделать днём памяти, днём геноцида против польского народа. Приезжает на Майдан и фотографируется, общается с представителями... Бандеры был приговорён к смертной казни в Польше. Который совершенно не скрывает, что являются наследниками Бандеры и Шушкевича. Вот это, конечно, побуждает как-то и к нашим польским коллегам обратиться, сказать, задумайтесь о том, что сегодня происходит. Вы поддерживаете геополитические устремления своих соратников, друзей и партнёров по Западу, но вы забываете, что Украина – это ваш непосредственный сосед. Вот Анатолий здесь совершенно правильно сказал о том, что вообще геополитический фактор, он доминирует во всех этих расчётах. И судя по тому, что, так сказать, говорят и американские аналитики, и европейские аналитики, для них как бы фактор наличия бандеровцев, неофашистов – это приходящее явление. Главное, как бы убрать пророссийскую власть, сдвинуть вообще в сторону весь... Хотя надо отметить, что в Украине никакой пророссийской власти 20 лет близко не было. Как они считали, убрать в сторону... Были власти по-разному ворующих, в частности у своего народа, заодно и у России. Убрать в сторону всю ту часть политического класса, которая позитивно относится к России, я уж не говорю о том, что убрать в сторону всех тех, кто думает о воссоединении с Россией. И вот этот вот геополитический фактор, он просто настолько доминирует, это своего рода, я бы даже сказал, политическая паранойя у большей части американского политического класса. И у того же, я думаю, нынешнего руководства Соединённых Штатов, это главное совершенно... С этими бандеровцами мы потом как-нибудь справимся, с антисемитами там и прочее, и прочее, разберёмся. Поэтому я думаю, что они будут достаточно долгое время стараться, конечно, предпринимать любые действия, чтобы... Ну, во-первых, как сказал Обама, что это нам будет дорого стоить, и нельзя здесь как бы нам скидывать со счетов вот эти вот попытки. А вот это отношение, что нам это будет дорого стоить. Нет, вот я просто могу понять, мы что, в классе ученики, а есть некий учитель с розгами, который говорит, ты провинился, ты не прав, мы сейчас тебя будем пороть? Володь, я думаю, что они до сих пор ещё, так сказать, живут в состоянии единственной сверхдержавы, хотя уже... Они разве не правы? Нет. Хотя уже тень Китая, как второй сверхдержавы, она над ними нависает. Кстати, это создаёт новую паранойю в США. То, что сегодня Китай фактически находится на стороне Российской Федерации, там как бы читать, вот если я не китаист, но у меня рядом целая группа китаистов, которые мне регулярно дают переводы, в том числе местной китайской прессы. Очень интересно смотреть на то, как Китай реагирует. На высшем уровне, на уровне министра иностранных дел, да, пророссийская позиция, но достаточно аккуратная. Если же почитать то, что пишет, например, агентство Синьхуа, а это всё равно, что ТАСС уполномочен заявить, понимаете, в своё время, или что пишет Женбинь-Жибао, или газета Народно-освободительной армии Китая, то там полностью пророссийская позиция, оправдывается в том числе наше действие применить на Крыму, и оправдывается даже вопрос применения вооружённых сил. Которого мы ещё не сделали. Да, поэтому я считаю, что... Там, кстати, меня удивляет, что ты говорил с друзьями, знакомыми, и вот те, кто беседуют там с харьковчанами, с киевлянами, у них истерика. Они на полном серьёзе каждую ночь ждут, что сейчас будет вторжение. Я их спрашиваю, вы ждёте вторжение марсиан, что ли? То есть вот кто должен вторгнуть? Вот им СМИ заморочило голову настолько, что они вот уверены, что сейчас будет бешеное вторжение. Каждой бане российский танк уже. Он уже через кран протекает. Сергей, в банных всплывают подводные лодки. Это военные тайны, давайте не будем, Володя. Я хочу сказать, что крайне важно то, что действительно сегодня из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, два члена Совета Безопасности придерживаются очень близких позиций. Вот мы сейчас к Европе вернёмся, просто хочу понять, если американцы вводят меры финансового воздействия, замораживают активы, по банковским делам создают набешенные проблемы, какая будет реакция Китая и к чему это может привести в свою очередь в Америке? Китаю на самом деле только это и надо, потому что ему нужен формальный повод, чтобы сейчас активизировать те ресурсы, которые Китай уже имеет против США. Во-первых, это сразу же усиление сцепки Китая и Центральная Азия, потому что опасность общая. Во-вторых, у Китая самые большие золотовалютные резервы, собственно, американского доллара в том числе. Китай вполне может, у неё есть полная возможность обрушить американский доллар, это правда. Но Китай умно делает, это же обрушит вообще финансовую систему мировую. Ну и, наконец, не надо забывать, что сколько активов Китай скупил за последние годы внутри США. А США в Китае ничего не скупило. И надо посмотреть, кто на кого может воздействовать. Но более того, ведь... Нет, просто я тебя правильно понимаю, вот китайцы, видя, как планируют и что собирается делать США по отношению к России, хорошо понимают, что эта же калька будет применена и к ним. Я думаю, китайцы по другому мыслят. Понимаете, Европа очень вежлива, вот она долго... Ведь национализм на Украине поднимался же ни один, ни в один день, ни в один Майдан. Это было очень долго. Но все на это смотрели. Другой факт. В Китае в 2008 году, как мы знаем, было Шанхай... В 2010 году было Шанхайское экспо. На украинском павильоне висел неизвестный китайский знак «Инь и Ян» — черное и белое. Украинцы говорили, что этот знак произошел на Украине. Это правда. Это была тень глобуса Украины. Три дня китайцы терпели. Потом все-таки попросили снять, придя вот с такими вот талмудами, где доказалось, что это было еще в Китае, там, во втором тысячелетии нашей эры. Потому что Европа ждала, пока все это прорвется на Украине. Китай все свои националистические выступления, я имею в виду, в Синдзяне, в Тибете, уйгурские выступления в других регионах, он сразу подавляет. Потому что национализм — это то, что остановить нельзя. Деструктивный национализм. Китай это прекрасно понимает. Хорошо, чтобы это и наши власти поняли. Вы знаете, как мы говорили о Соединенных Штатах, здесь важно понять. Вот сейчас Америка своими вот такими радикальными угрозами, она опять себя загнала в определенный угол, из которого выйти уже невозможно. Более того, уверена, что те, кто принял решение использовать начавшийся кризис на Украине, чтобы окончательно сломать всю политическую ситуацию с Украиной между Европой и Россией, и приняли решение именно вот пойти вот на это и прекратить, не ждать, чтобы Украина туда-сюда немножко, это бы еще продолжалось 10 лет. Пророссийская она никогда не была. И сейчас они поняли, что пережали, вынудив Россию начертить красную линию и заявить, что не так, как было, видите, у римских центров, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Россия не бык. И теперь они, и я говорю, вот даже на BBC выступаю, сейчас после вас вот поеду на британский телевизионный канал, я говорю, Гитлер, если бы удовлетворился Мюнхеном, разделом Чехословакии, и аншлюзом Австрии, Запад, вы все признали, он бы с этим и остался, во, Германия какая, но он захотел границу по Волге. И вы захотели всю Украину с Крымом, Севастополем в НАТО. И русский солдат вошел в Берлин, говорю. Добрые вы. И они, говорю, вот вы вынудили, а как теперь в Соединенные Штаты, им отступить вроде невозможно. Я просто, знаете, услышал голос полковника Мамаева на военной кафедре МИСИС, который говорил нам, молоденьким студентам, повезло вам, вы танкисты, весь мир посмотрите. Вот не приведи Господь. Нет. Не хотелось бы. Нет, вы понимаете, я просто делаю аналогии, когда необузданность амбиций приводит к тому, что потом имеют гораздо меньше, чем могли бы иметь, если бы они не сделали штатку на этот кризис. Успокоиться и смотреть на реальную политическую ситуацию, как американцам, европейцам. Нам санкции, это прошлый век, это ни к чему не приведет. Это самое, это наименее эффективное средство урегулирования любых разногласий. Более того, в условиях взаимосвязанности экономик, это ударит по американской капитализированной экономике еще больше, чем по европейской или чем по российской экономике. Именно поэтому на сегодня и в деловых кругах США, и среди граждан США больше половины выступают прямо против той позиции, которую занимает американская администрация по Украине. Я три года работал главой группы друзей Украины в Европейском парламенте, межпарламентской группы друзей, было у нас 59 депутатов с Украинской Верховной Радой и 68 с Европейского парламента. И мы очень плотно работали над договором в ассоциации и так далее. Так что Ритмомова разговариваете? Я говорю, да, я знаю, что там происходит реально на Украине. Почему я сейчас об этом рассказываю? Потому что я держу связь и с теми, кто находится на Майдане, и с теми, кто находится вне Майдана. И знаю, то есть и регионалов, и Бадиковщину, и всех тех людей, которые сейчас находятся в противостоянии. Потому что мы три года пытались их усадить за стол переговоров и заставить разговаривать нормально, а не драться на трибуну. И поэтому сегодня, позавчера мне позвонил лидер одной молодежной организации, ну, прозападной. И такой был резкий разговор. Я говорю, в конце концов, вы понимаете, что вы отставите ценности Бандеры? Ответ. Все говорят про эту Бандеру, но никто ее не видел и не знает, где она живет. Это говорит об одном, что действительно те, даже молодежные организации, которых радикалы привлекают для бросания бензина по полицейским, которые выполняют свой долг, для этих митингов, то есть только молодые могут идти с бензином, бросать в полицейских. Они не знают истории. Эту историю от них скрыли. И про еврейские погромы, и про убитых поляков, потому что поляков в Европарламенте 50 человек. Это мощнейшая этническая группа и очень активная. И поляки, скорее всего, и попросили это голосование сделать нефиксированным, потому что поляки не могут голосовать за тех людей, которые стоят за Бандеры. Теперь возвращаясь к нашей дискуссии. Мы сейчас говорим здесь дискуссии о том, ребята, там что-то в Крыму сейчас случится. Мы уехали от темы Крыма. А нам за это ничего не будет, потому что Китай с нами, россия с нами. Нет, будет сомнений, нет. Нет, ребята, будет. Еще раз повторяю. Для Европейского Союза очень важно, очень важно не перекраивать больше границы. Может начаться война. Так вот, любая война всегда заканчивается переговорами. Надо начинать сегодня эти переговоры, чтобы не приступать к войне. Но есть глубокое непонимание Европарламента американцев. Они не верят, что это Крым. Они не верят, что на востоке и юго-востоке Украины есть пророссийские настроения. Они убеждены, что это 2-3 тысячи гостей из России, которые ездят устраивать всяческое. А весь Крым захвачен русской армией, которая не дает высказать другую точку зрения. Наша фрагция социалистов-демократов приготовила 12-й пункт для этой резолюции. С трудом мы ее пробили. Он звучит в следующем. Считает, что некоторые аспекты соглашения 21 февраля 2014 года, которые были обсуждены тремя министрами иностранных дел от имени ЕС, но были нарушены Януковичем, это уже добавили пипишники, которые их не выполнили, не подписав конституционный закон, еще может быть полезным с целью выхода из ситуации обсуждать. Я бы прицепился к этому 12-му пункту, для того, чтобы действительно взять этого Януковича, который как трус сбежал из страны, это факт. Он капитан корабля, и когда он, Янукович, говорит на своей пресс-конференции, человек, которого я до этого уважал, что я ушел из Украины, потому что была угроза моей жизни, ты президент страны, твоя жизнь в этой связи ничего не стоит. Ты гарант стабильности в этой стране. Надо его от вас забрать. Я понимаю, но согласитесь, есть такой нюанс, что в Конституции Украины или где угодно нет такого пункта, что президент становится нелегитимным, если он бежал. Если он подпрыгнул. Если он подпрыгнул, если он шел. А если его нет, то какой бы он ни был неприятный, он точно не Сальвадор, а Льенда. Вот это про кого я хотел сказать. Он все равно легитимный президент. Очкарик и мой однопартийец или единомышленник, Льенда, в 1973 году одел каску, автомат, залез в свой дворец и умер как мужик. И он остался президентом Льенда, вы понимаете? А Янукович, как хитрый украинский президент, будет судиться с президентом Обамы за то, что тот нарушил американский закон и дал денег незаконным формированием, которое его сверли. Володь, здесь я считаю, что на самом деле, конечно, Янукович... Янукович смотрит и говорит, тю, зато я живой. И подвется подонок, но если бы его убили, это было бы законным основанием как раз. Это правда. Для тех действий хунта, которые сегодня дорвалось до вас. Поэтому, может быть, он как раз и ушел, чтобы его не убили. Нельзя умалять реальные угрозы нацизма на Украине, приписывая ему некую такую непросвещенность. И мой учитель, я великий совершенно политолог, и, ну, я проходил курсы молодого бойца в Вашингтоне 30 лет назад у Мордона Блэквилла, советника Рейгана, которого были курсы молодых лидеров. И он всегда нас учил. Побеждает не тот, за кого большинство населения, а побеждает тот, за кого больше политических активистов. Запомните это. Сегодня на Украине подавляющее большинство населения настроено против нацизма. Мы это знаем, мы знаем это хотя бы по тем цифрам, которые у нас есть со Второй мировой войны, и кто воевал на чьей стороне. Но, когда мы выходим на улицу, мы там встречаем тысячи молодчиков, которые в основном такие с той стороны. Я месяц назад был в гуще демонстрации активистов партии Свобода, которые кричали только одно, они знают, что такое Бандера, Шухевич, Герои народа. Эти люди готовы идти проливать кровь. Нашу, Вашу. И они кровожадны, просто уже до невозможности. Они разъярены на нынешнюю власть. И пять минутчиков, пять тысяч подготовленных вооруженных боевиков. Вот с чем мы имеем сегодня дело. Да, пожалуйста. Да, эта угроза очень велика. Но если чуть-чуть вернуться к теме нашего беседы о санкциях, все-таки с исторической точки зрения хотел бы подчеркнуть, что Советский Союз жил в постоянной атмосфере санкций. Может быть, было пять лет Второй мировой войны, когда там не предъявляли санкции, когда мы были нужны западному миру для противодействия общему врагу. Все остальное время это санкции за неуплату царских долгов, за коммунистическую угрозу в Европе, за любые другие действия. Даже в разрядку Джексон Венник был. Это, само собой, еще был план маршала, который предусматривал прямо, что если коммунист в правительстве, то план маршал уже не работает. Это было прямо против нас направлено. А Южно-Африку не душили санкциями? Душили, и не мы были одни. Я говорю о том, что санкции вещь-то очень, конечно, непростая и сложная. И наша история говорит о том, что мы постоянно жили в этой атмосфере. Джексон Венник, может быть, был не так сильно воздействовал, может быть, был лишь политический шаг. А вот каком знаменитый, который контролировал экспорт из-за оборудования технологий, который сейчас действует, это была довольно неприятная вещь для нас. И я скажу, что из-за этих санкций наше собственное развитие российское, оно, конечно же, страдало. Мы проводили индустриализации довоенные в обстановке всеобщего враждебного окружения за счёт собственных средств, за счёт своего крестьянства, потому что не могли воспользоваться ни западными инвестициями, ни в достаточной мере западными технологиями. После войны наше восстановление было этим очень затруднено, потому что нам бывшие союзники в обстановке холодной войны ничем не помогли, а скорее наоборот. И я повторяю, тема санкций очень серьёзная, и нам не привыкать в ней жить, но хотелось бы, чтобы у наших европейских коллег всё-таки достало бы разума, что санкции – это не средство общения между государствами и народами. Но согласитесь, сейчас санкции 300 тысяч немецких рабочих не получают зарплату, потому что они работают на российский рынок. Сейчас санкции, и сколько людей останутся без работы в Латвии, сколько людей останутся без работы во Франции, в Италии, в Испании, в Испании. Я думаю, санкции будут введены, но достаточно быстро как-то это начнёт. Это будет неприятно и для нас, но и для них, разумеется, тоже это по-другому. Они будут всё просчитывать. И мы должны понимать, что сегодня, вот о чём сейчас Володя упомянул, совершенно другая экономика, мировая экономика, чем она была ещё 20-25 лет назад. Сегодня взаимозависимость исключительно велика. И поэтому любые меры, которые будут применяться в отношении одной страны, они рикошетом скажутся по всему миру. И финансовый, и... Мне просто кажется, что вот очень важно. И я откровенно всё-таки верю, хорошо знаем, что европейцы всегда отличались, особенно в последнее время, прагматизмом. И хочется верить, что всё-таки прагматизм будет торжествовать. Но мы не должны всё время повторять как мантру, что санкции нам не страшны, ничего, мы всё... Конечно, мы всё преодолеем. И не раз уже это преодолевали. И показывали миру, что мы всё это можем. Но, с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что, конечно, санкции — это вещь исключительно неприятная. Я, откровенно говоря, помню, положим, санкции, связанные с Олимпиадой 80-го года. И каких нечеловеческих усилий это стоило нашим специалистам, которые тогда готовили Олимпиаду. Сделали всё блестяще, роскошно. Но, тем не менее, силы и средства были потрачены совсем другие. Я хочу два слова сказать в заключении этой реплики. Вчера, когда проходило заседание Совета Безопасности, возвращаясь к вопросу о том, что надо вести разговоры, вести диалог, продолжать вести диалог, даже в этой напряжённой ситуации, Владимир Владимирович сказал, наш президент, что нам надо продолжать вести диалог с нашими украинскими партнёрами и коллегами и с другими партнёрами и коллегами. И специально это было подчёркнуто в той части, которую мы сами все наблюдали по телевидению. Поэтому руководство понимает, что санкции это тоже вещь. На самом деле мы вас спасли. Вот ещё один пункт, 14 пункт, где написано, выделить 11 миллиардов евро для того, чтобы помочь стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию на Украине. Они её выделить выделят, просто никто не получит обратно. А так бы вы выделяли, поэтому радуйтесь. Я очень прошу, тем не менее, помимо экономики, обратить внимание на тот духовный подъём, который сегодня происходит в России, который на протяжении четверти века унижали, который ставили условия, которые она выполняла, а потом не выполняли никаких своих обязательств. И то, что пережил российский народ за это время и сохранил своё достоинство, это уже подвиг. То, что сейчас происходит, что Россия начинает вставать и укрепляться на глазах у всех. И это лучшая пропаганда. Когда вы увидите, что во всём мире найдутся люди, которые встанут и скажут вам за то, что вы делаете сейчас, спасибо русскому народу. И для нас мы в этом видим особую символику, поскольку референдум происходит 16 марта, а у нас 16 марта, это светлый праздник Пурин. С тех пор, как Библия стала универсальной книгой, можно сказать, что это победа, светлого человечества над его собственными врагами. Я хочу сказать, что при всей неприятности санкции это не наш выбор, это то, что нам навязывается. Мы готовы действовать в любых условиях, даже в самых неблагоприятных. Почему? Потому что мы защищаем жизнь, здоровье, честь и достоинство тех, кто верит в Россию. Ведь Крым на самом деле верит в Россию. Спасибо большое. Сейчас реклама на канале России, после которой обсудим новую политическую реальность с теми, кого принято называть творческой интеллигенцией и властителями Дум. Не переключайтесь. В разных городах России проходят митинги поддержки народа Крыма и его права на самоопределение. Полуостров, который долгое время был иностранным, но не чужим, объединил разных по возрасту и политическим взглядам россиян. Духовное и историческое единство с Крымом оказалось сильнее искусственной границы, проведённой Хрущёвым. Возвращение Крыма – это желание исправить историческую ошибку или фантомные боли утраченной империи. И как интегрировать многонациональный полуостров в ещё более многонациональную Россию. И вот я когда собирал их, готовился к эфиру, меня удивила та травля, которая развернулась в интернете. Когда людей за то, что у них есть своя точка зрения, они её высказывают, и они не стесняются этой точки зрения, вот подвергают публичному астракизму. То есть какое-то абсолютное дикарство. Вот, Карен, я знаю, что вас просто чуть ли не ногами пинают за то, что вы вашу точку зрения изложили и подписали. Да? Вы так считаете. Это что, так можно? 400 человек, очень уважаемых, говорят, что мы поддерживаем вот такую позицию России. Их за это начинают обвинять во всех смертных грехах. Ну это какой-то даже адреналин придает этой ситуации. Но знаете, для вас это адреналина. Например, появилась в интернете, украинская сторона запустила список российских деятелей культуры, которые против позиции России и Путина. И там, в частности, указаны люди, такие как Гафт, Стоянов, Жванецкий. Жванецкий, я говорил, он вообще ни сном, ни духом об этом. Но у Гафта это вызвало сердечный приступ. И когда человек узнал, что без его ведома просто его фамилию использовали, замечательному актеру, потрясающему человеку, вот просто физически стало плохо, и сейчас он находится в больнице. То есть это такие шуточки, которые на самом деле, но не позволительны в любом обществе. Это же какая-то новая форма подлинненькой идеологической войны. Меня, Володя, знаешь, вот я, так сказать, действительно, я даже с телевизионным каналом с Украины тут вот вчера встречался, и, так сказать, они мне задавали вопрос по поводу этого письма, и в том числе говорили, а там, а вы, вот вы не боитесь, что украинское общество отвернется от вас? Вот какие-то такие слова, так сказать, на что я сказал и подтверждаю. Ну, слишком большое удовольствие высказывать свое мнение, и, так сказать, я слишком ценю эту возможность. Но я в ответ вот что спросил. Вот что самое мне странное. Вот у нас, да, деятели культуры высказали. У нас есть действительно и другие, кто высказали другую точку зрения. Я абсолютно с уважением отношусь. Это наши товарищи, ну да, имеющие право на свое мнение. Но меня больше всего другой удивляет. А вот почему в Украине никто не высказывается? Там же тоже есть культуры и интеллигенции. Я имею в виду... Они башмета, или звание... То, что я знаю, было только письмо украинских кинематографистов, которое было, так сказать, как бы обращено к нам, естественно, в поддержку вот нынешней ситуации на Украине. Но поражает, что в такой разделенной стране не находятся ни деятелей культуры, ни творческой, ни какой угодно интеллигенции, которые не имеют какую-то другую, альтернативную точку зрения. Тогда, в общем, естественный вопрос. Значит, либо они действительно не имеют, что очень плохо, либо просто боятся, и им не дают высказаться. Вот. Ну, я могу, например... Да, пожалуйста. Я могу здесь сказать, потому что я в ВКонтакте нахожусь постоянно с рядом писателей, живущих на Украине, писателей-фантастов в первую очередь, и они боятся. Они боятся самым банальным образом. Некоторые убирают свои посты, свои записи, которые были в интернете сделаны до Победы Хонты, потому что ситуация, на самом деле, правда, действительно накалённая. Мы не понимаем, какой уровень прессинга и давления морального, и, в общем-то, эмоционального... Но в истории несчастного табачника, и не только морального, 70-летнего человека просто избили. Там, на самом деле, можно очень легко попасть и под физическое насилие, но если даже не брать эти варианты, там, в любом случае, идёт чудовищный уровень эмоционального и такого вот духовного прессинга, который, в общем-то, заставляет людей думать об эмиграции, о том, что надо убегать, если они живут где-то на территории Киева, скажем, либо о том, что надо молчать. Как-то мне это напоминает? Не такие давние времена. И не только нашу страну, но и нацистскую Германию. А вот ты... Меня, прежде всего, интересует вот что. Вы представляете, какой абсурд, что мы это обсуждаем? Вот мне когда... А его множество раз уже задавали мне этот вопрос по телефону, мне оборвали тоже телефон, подписал, не подписал. Почему подписал? И говорю, ну давайте задним... Почему вы меня вообще спрашиваете об этом? Я подписал и подписал. Почему? Это бред несусветный. Я лично, как и КРН, много из знакомых, которые не подписали, подписали и подписали противоположное письмо. Меня это не... Это они выразили просто точку зрения и всё. А чего же с таким энтузиазмом нужно травить? Подождите, вы за либеральной ценностью? И тогда где же ваша терпимость к противоположному мнению? Где? Вы сразу говорите, вы... Подождите, какое вы право имеете спрашивать? Это до смешного. Это бред. Это бред, что мы обсуждаем это. Это уже бред. И вроде как бы оправдываются. И вот это была следующая моя реплика. Как бы я как бы оправдываюсь. Да ничего я не оправдываюсь. А вот как раз речь не об оправдании. Потому что здесь же совсем другие пласты и совсем другие смыслы. Ведь здесь как раз возникает вопрос, а где собственная точка зрения? Где ощущение вот этой тревожной нити государственной судьбы этого пути? Ведь чем всегда интересен был русский писатель, русский актёр? Тем, что он зачастую, может быть, абсолютно интуитивно, но предсказывает линию развития общества и государства. Он во многом в России заменял философа. Он во многом вот двигал эту духовную сущность времени, ну как мне кажется. Молодь, мы собрались для чего? Для того, чтобы сейчас выяснить, кто подписал, не подписал. Нет, конечно. Секунду, да. Так, чтобы вот дать понять, что дело не в подписи. Я, например, не подписал. Не подписал и по одной простой причине. Не потому, что я не разделяю позицию президента Российской Федерации и его действия. Мне письмо показалось очень коротким. Оно, в нём было что-то такое, немножко из советских времён, где написано, что мы добросердечные, что мы не допустим, мы хотим мира, мы хотим, чтобы не гибли люди. Это я даже сейчас больше наговорил. Если бы это письмо было подробнее, то я бы его подписал. Оно немножко такое, как бы давайте все вместе. Но сегодня мы стоим рядом и мы мыслим одинаково. Вот кто подписал и вот кто не подписал. Это ведь совершенно не имеет никакого значения. Мы чего хотим добиться нашим диалогом, выходя в такой рейтинговой программе, как твоя? Наверное, сегодня идёт информационная война и очень многие врут, очень избирательно показывают новости, читают новости. Это я не говорю о том, что каждый человек обладает каким-то количеством информации, которая в него попала. С разных сторон. И мы бесконечно говорим, говорим, говорим. Наверное, говорить надо, чтобы люди, ориентируясь на кого-то из нас, может быть, тоже принимали какое-то решение или понимали, как мы себя чувствуем в этой ситуации. Но всё равно решение для того, как себя будет вести Россия завтра и как она должна себя вести, о ком она должна беспокоиться, это принимают другие люди, на которых лежит ответственность. И поэтому они избраны и они за это отвечают. Мы можем об этом только разговаривать. А мы должны были говорить о культурных связях. Мы говорим обо всём, о чём хотим. Ну, знаешь, когда пушки замолчат, потом мы всё время чего-то обходим разговор. Я, извини, что я так говорю, почему вот подписывали письмо? Потому что всё время идёт речь, самый такой острый вопрос, да, вводят войска, не вводят войска, придут русские, не придут русские. Я хочу задать один вопрос. Если дипломатический корпус, если дипломаты, если люди на разных уровнях понимают, что разговаривать не с кем невозможно, мы готовы разговаривать, мы готовы договариваться и спрашивать, чего хочется, мы готовы ждать или, наоборот, делать что-то быстрее. Но если разговаривать не с кем, какой есть другой способ прекратить кровопролитие? Какой? Лёд, а вот эти цветочки вставляли в стволы. Секунду, вот я не знаю, какие-то нужны элементарные примеры, на которых мы выросли. Если вдруг ты попадаешь в ситуацию, когда дерутся малыши, да, или твой младший брат, и его избивает несколько человек, ты что, будешь сначала объяснять, что этого делать не надо? Нет, я сначала всех растолкаю и всем надаю, а потом объясню, что этого делать не надо. Надаю вот это. Да, да, да. Растолкаю и надаю. Мы всё время сейчас, все акценты, конечно, про референдум, про Крым. У каждого есть к этому свои отношения. Конечно, Хрущёв, я не знаю, ну, там, приятное кому-то хотел сделать, или выпил. Из карьерных соображений. Из карьерных соображений. Неважно, но это не надо забывать, что это был Советский Союз, это было принципиально, не принципиально. Украина это или Россия был единый Советский Союз. И как бы претензии Хрущёву, бог с ним. Вот, но это исконно русская земля. Это то место, где пролита кровь. Уже один раз там всё это проходили. Теперь, вот уже сколько лет Крым, Украина? 20 лет? 20 лет. 20 лет. Надо у людей Крыма спросить, стало им лучше жить за эти 20 лет, чем было, условно говоря, в Советском Союзе? Я сегодня спрашивал Аксёнова, он сказал однозначно. Да, если нет, то, естественно, вопрос только в референдуме. Я хочу сказать, что мы всё время умалчиваем вопрос с Западной Украиной. С тем, ну, скажем, неизлечимым объектом, из-за которого, может быть, всё и началось. Может быть, там референдум провести? Хороший день. Вот я хочу вернуться к тому, почему, собственно, молчат многие деятели культуры, которые понимают реальность так же, как мы. Во-первых, конечно, молчат не все. Например, мой друг замечательный, харьковский поэт Минаков, написал, дал большое интервью российской газете. Не побоялся. Но в целом мы не должны забывать, что у любой революции есть своя типология. И стлеющий страх, иногда выходящий на поверхность, это обязательная составляющая любой революции. Как бы на поверхности она благостна ни была. Договаривать сейчас действительно не с кем. Такое впечатление, да не такое впечатление, а так оно есть, что у власти сейчас ряженое. Это все равно, что летом 17-го года договариваться с министрами Временного правительства, понимаете. Куда вынесет историческая судьба Украину, пока не ясно. И поэтому, конечно, персонажей для договоров нет. И Яценюк с Обамой рядом выглядел, по-моему, просто анекдотично. Я вот во времена, когда Майдан только закипал, волей в суде показался во Франции. И было мне просто действительно удивительно, насколько же, хотя говорят, что сейчас идет в Фигаро довольно объективные статьи, но цензура очень сильная. Вот картинка на теле не всегда масса народа до горизонта и все с огоньками. Только что не поют песню Гуджаву «Возьмемся за руки, друзья». Никакого вот этого насилия, которое там было, ничего реального. И интеллигенция парижская, например, и довольно высокой пробы, вся зомбирована совершенно. Свободливый народ Украины хочет в Европу, хочет европейских ценностей и свободы, и корруппированный медведь русский его туда не пускает. И вот подходит даже, и это не только среди французов. Кстати, в Центральном храме Парижа, в соборе Александра Невского на Рю-Дарю, каждую литургию молятся за страждущую страну Украину. Каждую литургию. Тоже подходит давно живущий русский ко мне Юрий Михайлович. Вы возвращаетесь в Россию, а вам не страшно, ведь сейчас аннексируют Крым и сразу начнется 37-й год по логике событий. Ну, на самом деле, вот я когда говорю со многими моими друзьями, у них есть ощущение, что колесо времени вдруг совершило обратный отсчет, обратный ход. И многие боятся, что санкции, новая имперская идеология, наши бегущие и кричащие зачастую вещи, которые мне кажутся, ну, скажем так, вежливые, чуть-чуть экзальтированными. Там такая вдруг слишком активная молодежь, откуда-то возникшие разные полувоенные формирования, которые готовы идти воевать Крым. Меня это несколько настораживает. Я просто не хочу увидеть нашу страну тоталитарной. Я не хочу, чтобы Россия сделала очередной раз гигантскую ошибку. И вместо из-за санкций возможности освобождения своей экономики, перестраивания экономики, вместо развития свободы, превращения страну в образец демократии, чтобы мы не вернулись к привычному сценарию закручивания гаек, выстраивания идеологических линий. Я вот этого боюсь. Хотя, по-моему, Александр Андреевич как раз этого совсем не боится. Не допустим этого. Нет, ну а какие предпосылки к этому? Какие предпосылки? Предпосылки историческая память и колея. Вот колея российской истории. Мышечная память. Показывает, что очень быстро вдруг появляются давно забытые типажи, которые великолепно умеют научать Родину любить. И наработки есть. Да, вот я таких сильно не люблю. Это не я этот типаж. Нет, Александр Андреевич, вы пламенный карбонарий. Слово карбон. Я хочу высказаться вот по поводу этих двух писем. Моей подписи нет под письмом, который поддерживает Путина. Но я подписался под этим письмом всей своей духовной, политической и художественной жизни. Я подписался под этим письмом во время перестройки, когда мне был отвратительный предатель Горбачёв, разрушавший мою Родину. Я знал, что дело идёт к распаду и к отторжению от России не просто Крым, Украины, а великих имперских территорий. Я подписал это письмо в 93-м году, когда Ельцин, разрубивший мою Родину на куски, стрелял по нас танками. А все те, кто подписал сегодня письмо протестующей против Путина, рукоплескали. Это кровавая Акиджакова. Она рукоплескала этому кровавым расстрелом. Я подписал это письмо. Вы меня, простите, но я очень люблю замечательную, гениальную актрису Ли Акиджаковой. Я очень люблю гениальную политику, политику Горбачёва и Ельцина. Я люблю этих политиков. Нет, вот к этим людям я отношусь по-другому. Актёр, великий актёр, имеет право на свои политические взгляды, потому что его попись не определяет тудьбу страны. Это то, о чём говорил Ли Акиджакова. А Акиджакова имела право в ночь перед расстрелом Дома Совета требовать расстрела. Она имела право. Нет, это просто не перевело к расстрелу. Это перевело к расстрелу. Потому что решение принимал Ельцин. Я продолжу свою сентенцию. Нет, это просто об ответственности, разного уровня ответственности. Я продолжу свою сентенцию. Да, да, прошу, конечно. Я подписал это письмо во время Чеченских войн. Во время Первой Чеченской войны, когда я был на стороне нашей несчастной, убиваемой кинескопами либеральной армии. И Второй Чеченской войны я был рядом с государством, с которым, по существу, я находился в конфликтах. Я подписал это письмо во время событий на Болотной площади, когда я вышел на Поклонную гору. Потому что я подписался всегда под теми сентенциями, которые поддерживало моё государство, моё попираемое, уничтожаемое, оскорбляемое государство. И эти господа, которые, повторяю, напротив всей этой истории, пинали моё государство, хотели этому государству ослабление, они и сегодня не могут понять этого великого, мощного государственного русского порыва, который соединяет нас с нашей историей. Из нашей истории нас вытолкнули из этой истории. Мы находились на обочине мировой истории. Мы не были народом. Мы были народом, который продал свою историю и молчал на сегодня 20 лет. Мы вернулись в историю, и мы идём своим походом. Это поход весенний. И мы идем как весна, Володя. Понятно. Я думаю, то, о чем ты говоришь... Я, кстати, насчет весны согласен. У меня всегда ощущение, что революция происходит весной и осенью, потому что это время обострения душевных заболеваний. Я вернусь к тому вопросу, который ты задал. Я думаю, что это важный вообще очень вопрос, но я должен сказать, что вообще, конечно, предаваться эйфории совершенно ни к чему, потому что, на мой взгляд, ситуация-то достаточно нехорошая. Я имею в виду, что мы не можем только отделить крымский вопрос, который, понятно, как мы все видим, и понятно, и я надеюсь, что он будет решен, но остается Украина. И вопрос Украины, на мой взгляд, он не только не решен, но такое впечатление, что он только разворачивается. Посмотрите, в Донецке кровь пролилась. Это уже серьезно, это уже очень серьезно. И такое ощущение, что Украина неминуемо втягивается в сценарий гражданской войны, и самое главное, нету никакой силы на Украине, такое у меня ощущение. Почему я говорю, интеллигенция молчит, политиков фактически нету, никакой силы, которая вообще может это остановить. И это очень опасно. Нет ни одного человека, который можно назвать моральным авторитетом. Нету лидеров вообще, политических лидеров нету, на мой взгляд, никаких. И это на самом деле очень опасно, потому что, можете представить, это страна, которая вообще склонна, знаешь, к ситуации, помнишь, у Костомарова руина на Украине была, там, сто сколько, сто пятьдесят лет, Украина была в полном хаосе, понимаете, так сказать, без власти, так сказать, Гетман бегал то в Москву, то в Стамбул, то в Варшаву, ее грабили. Все, что там происходило, было ужасно. Но, не дай бог, это произойдет. Огромная большая страна на южных наших границах. Простите, у меня сейчас вопрос. Вот там ядерные электростанции, а кто их охраняет-то вообще? Вообще их кто-то охраняет? Они находятся в пятистах, шестисах километрах от Москвы, эти ядерные станды. И Чернобыль, собственно, он же продолжает работать. Понимаете, во что это может вылиться? Но в этой ситуации, учитывая, что Украина остается таким полем, понятно, что это, так сказать, она пала жертвой той холодной войны, которую Запад продолжает вести 20 лет против России, будем говорить прямо. Да, это безусловно. И, строго говоря, сил нету, никаких внутри страны. Там должна была бы навести порядок армия, но там армии нету. Нету генералов, которые могут быть. Не, ну как же, они когда говорили о том, что вот сейчас мобилизация, вот сейчас сборы, вместо 40 тысяч вышло 6. Ну да. И выяснилось, что национальные гвардии и банды Яроши могут поставить под штык больше людей, чем армию Украины. За 20 лет из мощнейшей военной структуры, которая была на Украине, они умудрились превратить ее в ничто. Если вот эти процессы будут продолжаться, конечно, они не могут оставить в стороне нас. Конечно, не могут. Вы знаете, мы говорим о каких-то вещах высоких, и таких даже художественных, и говорим красиво. Вот я сейчас подумал, мы все смотрим телевизор, и есть хроника, как ведут себя те люди, которые и стали зачинщиками того, что происходит. Мы же видим, как ведет себя этот белый, да, когда люди так действуют и так говорят, вообще можно ли с этими людьми разговаривать? С этими людьми можно разговаривать только языком силы, наведения порядка. Сначала его нужно успокоить, а потом с ним разговаривать. У меня нет ощущения, что он нормальный человек. Нет, ну а извините, когда вчера банк грабят, залетает несколько десятков вооруженных людей, потом приходят силы Майдана, правосектора и полиции, договариваются, те выходят из банка, и никаких санкций, потому что за заслуги перед Майданом. Когда находят бандитов, убивших гаишников при въезде в Киев, и против них не возбуждают никаких санкций, потому что за заслуги перед Майданом. Это что, 21 век, Европа, это что? А у меня, знаешь, поворот хочу немножко сделать, потому что меня это всегда интересовало во мной, поскольку сейчас дискуссии бесконечные по этому поводу. Меня, кстати, когда приглашали, говорили, что мы о культуре будем говорить, мне было любопытно. Мы уже о культуре поговорили. Но очень часто звучат, и особенно в начальной стадии, звучали обвинения как бы в наш адрес, что Россия не сделала ничего, плохо работали, ну не знаю, на Майдан не ходили, там не носили пирожков, это ладно. Но вообще мы как бы не работали с Украиной. Вот меня всегда это смущало, потому что, ну мне кажется, это и правильно, то есть украинцы должны сами определиться, как они хотят жить, а всё остальное разве... Может быть, это не... Нет, вполне возможно, что это неправильно. Я ещё раз говорю, я ведь не политик. Я ведь просто реагирую на то, что люди говорят, вот Россия сама виновата. Более того, я прочитал недавно статью, в которой вообще такое сомнительное обвинение звучит, что, дескать, мы, русские, всегда относились к украинцам, причём довольно смешно это разделять вообще, ну, всё равно, что меня распилить пополам, вот и всё. Это вообще смешно разделять. Относились с пренебрежением, как к такой фольклорной нации. Песни, песни, вот, пейзажи и всё. То есть вот это наше пренебрежительное, якобы, отношение к украинской нации, когда мы замешаны просто невероятно, и в общем и привело к такому результату. А у нас есть такое отношение? Да к тому, что, разумеется, нет. Дело в том, что есть такая точка зрения. Более мягко, чем предшествующий. Да нет, пожалуйста, другой вариант. Вот всё это верно, но моя душа ликует по поводу Крыма. Я даже абстрагируюсь от катастрофы на востоке Украины и в ужасе на западе. Я ликую, когда думаю о Крыме. Я думаю, почему, почему такое вам не ликование? Я, вот у меня на столе стоит большая раковина перламутровая, видимо, с Чёрного моря. И когда к ней прислушаешься, там идут гулы, такая музыка. Нет, там у неё такой шум. Музыка русской истории. Да, да, именно такое. Это Крым. И я думаю, почему Крым так дорог? Вот моё детство, детство многих из вас связано с этими восхитительными, смуглыми, очаровательными людьми, мужчинами и женщинами на этих пляжах. Подождите, мы сейчас о Крыме, или мы уже куда-то перенеслись в районные... Шри-Ланка, Индии, то есть там как-то более... То есть это связано с прекрасными, прелестными мужчинами и женщинами, которые гуляют под ялтинскими колоннадами и амфиладами. Это запах роз, фонтаны. Это, конечно, Толстой с его потрясающими севастопольскими рассказами, который, по-видимому, и сделал... Волошин. И сделал Толстого великим русским патриотом. Там, в окопах Крымской войны, матрос-кошка. Это, конечно, что говорить, это ливадийские дворцы, где отдыхала царская семья. Это ялтинская конференция, где в окружении Черчилля, Рузвельта, Иосиф Селёнович чертил прутиком на песке контуры будущего послевоенного мира. Вот ты на него рука отдроганул, что-то мало мы прирезали, да? Нет, он потом справился. Это, конечно, весь этот чудовищный, кровавый, великий эпос войны крымской. Вот эта атака, которую написал Дейнека, атака крымской морской пехоты, которая идет обвешанность гранатой под эту фашистскую рать, на эти штыки. Эти штыки уходят прочь, потому что такой шквал ненависти, воли и победы, что они отшатнулись. А церковь трёх адмиралов, которая стоит в центре Севастополя, Истомин, Корнилов, Нахимов, это эти святые для русских надгробия. А что говорить об этой великой тайне? Но надо отметить, что у Белой гвардии совершенно другое представление о Крыме трагедии. А Белая гвардия сегодня проинтегрирована в сегодняшнюю нашу русскую историю, поэтому опыт Белой гвардии, в том числе и волошинский опыт, он тоже присоединяется к этому обожанию Крыма. А в истоке всего стоит этот божественный храм Херсонесии, этот полосатый античный храм. Мы сейчас настолько красиво об этом говорим, настолько замечательно, а вместе с этим есть абсолютно очевидная трагедия. Это трагедия, которая сейчас происходит, когда люди сходят с ума. Когда то, что мы видим сейчас происходящее на Украине, на западе, на востоке, когда брат идёт на брата, когда в Донецк приезжают погромщики, когда люди выходят и говорят, что вы делаете в нашем городе. Ты пойди в толпу, в русскую толпу, там ликование, там нет трагедии. Я не об этом. Ликование зачастую сменяется слезами. А слезы ликования? Конечно, я не об ужасе ликования, о том, что язык поэтический зачастую доводит до жутчайших трагедий. Напомню, что и образы Гитлера были воспеты великими немецкими авторами и потрясающим Вагнером. Поэтому, к сожалению, искусство может обосновать любое преступление, которое есть на земле. В этом и трагедия, что гений идеально совместим с злодейством и зачастую неразделим. Поэтому мне просто очень хочется, знаете, вот, например, несчастный Сергей, да, великолепный автор, которого сейчас за что-то пинают ногами, за то, что у него есть право иметь своё мнение. Вот для меня это проявление фашизма, где бы это ни было. Когда культура умолкает, как, скажем, вот в нашем сообществе сегодня, на передний план выступает примитивная политология. Согласен с вами. Поэтому культура, даже если это культура Вагнера, она всё равно лучше эсэсских батальонов. А русская культура, которая сегодня восхищается тем, что происходит в Крыму, она вправе так восхищаться. Ну, надо же, ну, давайте уже смотреть, вот, и вы очень верно об этом говорили. Ведь мы сейчас присутствуем при новом, начале нового исторического этапа. И вот это тот поворотный момент, который нельзя пропустить, нельзя свернуть вниз, надо отправиться вверх. Вот это очень важно. И давайте вот сразу небольшая реклама, после которой вернёмся, конечно, я таких гостей просто так не отпущу. Главное, чтобы это было начало. Мы подошли к очень любопытному моменту дискуссии. Я так специально оппонировал Александра Андреевича, но Александр Андреевич сказал, что очень глубокую мысль. Потому что действительно, от такого вот ощущения нового исторического этапа, такого подъёма, ощущения единства нации и, если угодно, вот, восполнения, воссоединения народа. И вот выстраивается некий новый исторический путь, где есть элементы исторической справедливости. То есть время потери земель закончено. Настал момент собирания народа и воссоединения земель. Что может быть принципиально новый этап, который требует и нового осмысления. И который, очевидно, приведёт и к подъёму искусства, и некому всплеску. Дух патриотизма должен вот дать свои какие-то плоды. Я просто Сергею-то как-то... Ну, я, собственно говоря, хотел продолжить немножко как раз этот тезис. Мне кажется, что вот этот вот уровень зашкаливающей какой-то агрессии, неприятия, ненависти, который сейчас витает и по территории Украины, и в интернете, он, собственно говоря, связан с тем, что происходящее – это, по сути, такая гражданская война, холодная гражданская война. Причём это не холодная гражданская война на Украине, это война в том едином пространстве, которое до сих пор является в каком-то ментальном плане и Россия, и Украина. То есть происходит, по сути, такая вот традиционная славянская внутренняя разборка, когда обе стороны начинают выяснять отношения, и всё это тесно сплетено, и любовь, и ненависть какая-то, и обиды какие-то, и подстрекатели, выскакивающие с разных сторон. И, собственно говоря, мы не должны удивляться тому валу и оскорблений, и криков, которые происходят со всех сторон, потому что это ситуация гражданской войны. К огромному сожалению... Но ведь это и ситуация, как правильно написал в своей статье господин Кублановский, это ситуация обретения новых смыслов. Ведь впервые, после 1991 года, о чём Александр Ильич говорил, у России появляется собственная повестка дня, появляются новые смыслы, и Россия возвращается как принципиально новый игрок-тяжеловес. Вот эту политическую, уже сложившуюся картину мира. Отчего такой страх, в частности, Европе и в Америке? Им казалось, что уже нет России, и вдруг она появляется, извините, миллион семьсот человек, два миллиона человек и гигантская территория перерезается к стране. Вот я просто хочу продолжить своё сопоставление типологической революции, как во многом они похожи. Так же, как в России, на поверхности правила, якобы, временное правительство, на самом деле, всем руководил Савдеп и его головка, которые, собственно, гнули совершенно свою линию. И Милюков, и Гучков даже не сразу поняли, что они марионетки. И Керенский этого не понимал едва ли не до последнего. Я думаю, так же и нынешние псевдо-либеральные лидеры Украины не понимают, что они, в общем, исторические марионетки, которых сметёт история. И какие тоже поразительные аналогии, я невольно вспомнил. Как приехал Ленин в революционный Петербург, выступал на броневике, так Тимошенко в своём кресле с эстрадой Майдана. Та же самая экстремистская демагогия, газовая принцесса на троне. Да, правда, Ленин, как мы помним, из Германии некоторое время был транспортирован, а Тимошенко после выступления в Германию. История варьируется немножко. Да, 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 да. Но факт тот, что, безусловно, следующий этап, я думаю, это усиление анархии, которая аж на смену анархии может прийти террор и диктатура. Но вот здесь как раз очень важно, чтобы рядом были мы, которые показывают совсем иной уровень. То есть вот здесь важен позитивный пример. Да, конечно, за наши юго-восточные области, потому что на них будут отыгрываться за Крым по полной программе отморозки. Я вот чего боюсь. Да, Александр Ильич. Вот сейчас из русского народа вырвался огромный квант энергии пассионарной. И мы опять становимся пассионарным народом. И очень важно для политиков российских не разменять бездарно этот квант. Направить этот квант в развитие. Очень верно. Ведь посмотри, между, впервые, может быть, между властью и обществом, между которыми был прорыт ров на протяжении, переброшен Крымский мост. Понимаешь? И по этому мосту и те, и другие двигаются на встречу друг к другу. И вот этот квант, конечно, он должен быть реализован. А он будет реализовываться в атмосфере нарастающей борьбы. Информационная война будет. Ясно. Санкции неизбежны. Два. Этот грохочущий лист кровельного железа, именуемого занавесом, опускается. Холодная война налицо. Поэтому народ, наш народ, который всё это время был расслаблен, демобилизован, взрывали его на улицах, на площадях, а всё равно гуляли, пили пиво, вино. Я думаю, что духовная мобилизация неизбежна. Мы должны духовно мобилизоваться, мы должны быть серьёзны. Мы должны вглядываться в себя и в самую историю. Александр Андреевич, но вот здесь возникает проблема. Ведь на протяжении 20 с лишним лет наша интеллигенция воспитывалась на де-факто только прозападных ценностях. Считая себя виновными в том, что они родились в России, мечтая в какой-то момент времени уехать в Життат и там сдать свои. Это интеллигенция. Подожди, а ты такой же, что ли? Я нет. А Кристот Лазаров такой же? У меня так не получилось. А я такой же? Это витеральная интеллигенция. Огромное количество русских патриотов. Жили и будут здесь жить. И с удовольствием езжу и с удовольствием возвращаюсь. Напомню, что Николай Васильевич Гоголь написал лучшее своё произведение, находясь в Италии. От этого не было меньше патриотов. Патриотизм – это не подписка о невыезде. То есть не надо путать. Достоевский написал подростковое время. Далёна. Я, знаешь, о чём сейчас подумал, Володя? Смотри, какое совпадение. Я надеюсь, это не будет расценено как реклама. Но картина Германа «Трудно быть Богом» вышла как раз в те дни, когда всё вот это происходит. Она 15 лет делалась, 15 лет не выходила. Трудно быть Богом про это. Про то, что происходит с человечеством. Многие века, и в том числе сегодня, что будет происходить завтра. Невероятное совпадение. Вот этот месседж Алексеевича Германа, все говорят, какое мрачное кино, какое оно страшное. Что же это такое? Ну, по-разному, естественно, разные отзывы. Но это кино про то, о чём мы сегодня говорим. Только там это уже разобрано как хрестоматия. И показано из-за чего, почему, и что по-другому как бы не бывает. И нужно обладать невероятной силой и талантом для того, чтобы это урегулировать. Когда ты говоришь, что брат пошёл на брата, и это уже есть. Холодная война – это когда не льётся кровь. Сегодня уже не холодная война. Погибло уже достаточное количество людей для того, чтобы можно было остановиться. Почему-то это этих людей не останавливает. И потом вопрос Крыма, он, как ни странно, самый простой из тех, которые предстоит решить. Да, вот об этом я и говорил. Потому что для того, чтобы всё-таки было ощущение, что... Хочешь, я, наверное... Я ведь учился во Львове. Я 10 лет. Я закончил среднюю школу во Львове. Это мой город, это моя родина. И у меня там остаётся очень много друзей. Вот. А поскольку они жиды и москали, я не знаю, как им сегодня будет. Вы тоже вот москали собрались. Мы тоже многим рискуем то, что мы здесь говорим. Судя по тем заявлениям, которые они делают. Я алтайский. Да. Алтайский, да. Пойдёшь как жид. Значит, я хочу... Вова, я хочу сказать, что не только там сошли с ума. И не только мы много говорим. Я клянусь тебе, я поражён тем, как ведёт себя Европа. Я вчера, я всё-таки артист, и я видел, как выступила Меркель. И потом, когда пошёл выступать, я говорю, что мы уже один раз это в истории проходили. И показали Меркель. Её как-то немножко, она так немножко... Да, знаешь, я вот... Да, да, да. Заметили это, да? Зажатость так. Не зажатость. Она поняла, что это абсолютно очевидно. То, чтобы... Кого они поддерживают на Украине? Правительство, которое военным путём пришло и захватило власть. Мне поразительно, и я не понимаю, это какое-то кривое зеркало. Понимаешь, да? То, что говорит Обама. Я тут пошутил в одном месте, мои друзья смеялись. Говорят, сейчас вопрос с Крымом решим. Наверное, он волнуется, что мы про Аляску вспомним. Я думаю... Я не знаю, вспомним мы про Аляску. Я скажу так, у великого армянского народа гораздо больше прав на Лос-Анджелес. Я думаю, что ты правильно. Это, конечно... Вообще мы наблюдаем историю. Вот как делается история. И, конечно, это такой момент, может быть, один из важнейших в русской истории, в российской истории. Богатый, весьма, на важные моменты. Но, может быть, вот это один из самых важных моментов. Но здесь, конечно, здесь, во-первых, он требует некого еще самоопределения от каждого. Вообще, все-таки мы несколько изменились. Вот мы все время говорим о братском украинском народе. Он действительно братский. Но не весь. Но не весь. Для меня не может быть никакого братства с теми, для кого кумир Бандера. И здесь не может быть никаких компромиссов. Поэтому я, например, я с огромным действительно уважением отношусь, например, к людям, которые подписались в противоположном плане. И я понимаю, что, так сказать, это их право выступить. И я их не осуждаю. Но я думаю, что они должны понимать, что, подписавшись так, они подписались в том числе и за правый сектор, и за Бандеру, и за Шухевича. И не может быть здесь никаких компромиссов. Значит, они фашисты, правда, Карат? Ну, понимаете, фашисты это не... Я не могу назвать их фашистами, потому что это... Нет, я не боюсь. Знаете, не надо. Я ничего не боюсь. Абсолютно. Но это неправильно мне называть. Но я говорю о том, что люди должны понимать, на чьей стороне они выступают. Для многих правильно. Ощущение такое, что, ну да, это там, знаешь, как говорят, ну, Сашко Билый. Ну, он хулиган. Ну, маргинары такие, да. Этот хулиган не сидит в тюрьме. Ну, простите, действительно, мы видим страну, в которой парламент проголосовал за отмену русского языка. То есть языка, на котором 50% людей разговаривает. Это что? Это нацизм. Карат, у нас тоже такой хулиганин. Поэтому вот здесь вот каждый должен уже как-то, он определяется в силу своих убеждений, в силу своих... И это время истины. Это время истины, и с этим ничего не поделаешь. Карен, у нас есть такие же фашистующие молодчики. И демонстрации бывают. Но мы как-то справляемся с ними. А вот я думаю, что сейчас время, когда как раз вот таких надо к ногтю. Вот если сейчас мы не извлечем уроков, вот то, что произошло сейчас в Украине, для России должно быть великим шансом и великим предостережением. Молодец, вот ты знаешь, об уроках. Вот я очень хотел бы такую вещь сказать. А хоть раз в истории какой-нибудь вот такой урок послужил на пользу. Да, конечно. Ты понимаешь, ну сейчас, я потом, может быть, здесь собрались компетентные люди, слава Богу. Пока к своему прискорбию я смотрю, что всё разворачивается по инструкциям, так или иначе. По пророчествам Достоевского, например, который это написал в 1877 году, просто слово в слово. По великому немецкому, который говорил для того, чтобы разрушить Россию, нужно оторвать Украину. Ну и не просто оторвать, а противопоставить и воспитать, и тоже по инструкции. Ну, ещё много-много, на самом деле, есть примеров. Меня пугает вот что. Что, а способны то, что мы называем народом, который иногда в толпу превращается, к слову сказать, тут иногда граньба. А способны ли остановить, нарушить вот этот чудовищный круг, по которому это всегда развивается? А можно ли его остановить? Или это всегда должно чем-то закончиться? Пока не пройдёт вот этот трагический роковой круг, это неостановимо. Вот это я не могу понять. Я практически задаю вопрос. Я сейчас не понимаю. Пока я вижу развитие по инструкции. Вот слово в слово. Да, но мне кажется, что инструкцию разрушил Крым. По инструкции Украина должна была пасть, получить всё, что пообещает Запад, получили бы, и Украину мы бы увидели же совсем другой конфигурации. Крым не ожидал. Он сломал голову Западу. Они не понимают, что произошло. Вот в их инструкциях была пассивная Россия, которая, чтобы не говорила, смириться, и не было народа Крыма, который скажет. Это очень хорошее водное. Это очень точное водное. Вот смотришь, что говорил Путин на встрече с журналистами. Встреча, которая уже сейчас забыта почти на фоне событий. Он сказал удивительную вещь. Когда он говорил о пороках Украины времён Януковича, о коррупции тотальной, о олигархическом укладе, о трусливой мерзкой прозападной элите, он сказал, эти проблемы существуют и у нас в России, может быть, не в столь сильной степени. Значит, он понимает, что мы заминированы теми же самыми ужасами, которые взорвали Украину. И поэтому, повторяю, вот эта передышка, которая сейчас возникает, передышка из-за того, что народ выделил этот квант, он подарил его лидеру, он сделал Путина Путином Таврическим. И этот квант должен быть использован для гигантской трансформации общества. Удар по коррупции, удар по наздаемцам, удар по продажной элите. Вот что самое важное. А что там будет в Восточной Украине, история покажет. История сильнее технологий, история сильнее инструкций. Давайте все-таки не Путин Таврический, потому что другие аналогии. Но мы же сами помним, кого называли Таврическим. Давайте все-таки что-нибудь такое уж поглобальное. Ну, Путин Калхидский, да? Вот, пожалуйста. Еще хуже. Калхиды, Грузия. Конечно, если просто как-то освежить ситуацию, хотя... Обожаю Александр Андреевич. Я когда жил во Львове, там был очень модный анекдот. Вот, если ты позволишь, я его расскажу, он по теме. Анекдот такой. Там Тату поливает машинным маслом грядку. И сын подскакивает к нему. Тату, Тату, что вы роботы? Квиты загинуть. Папа, что вы делаете? Цветы погибнут. Нехай гинуть. Абы куламет не заржавел. Лишь бы пулемет не заржавел. Я-то всю жизнь думал, что это шутка. Я-то всю жизнь думал... Сейчас не надо ничего откапывать, они во Львове 5000 автоматов разграбили. Замечательный момент, тогда еще не было этих событий. Я, по-моему, своим фильмом был, довольно давно, было где-то, наверное, лет 96-м году в Монреале на фестивале. И потом банкетик такой собрался, а там же довольно большая община украинская. Ну и стоим, коктейлики там выпиваем. И вдруг два человека. Причем они одеты были, как абсолютно стереотип КГБшника. Серый костюм, какая-то скобка. Они вот так подошли ко мне, ласково так. Ну а что ж ты, хвамыли у тебя, Хутиненко, а ты намоскалировалишь. А я не знал, я не смог ничего ответить, понимаешь? Это для меня было, я первый раз в жизни столкнулся. Я вас научил, правильно ответ. Тю! Тю, да. Вот теперь я буду знать, но уже вводно, понимаешь? Ну вот это, вот это лобовая, я не знал, я потерял до речи. Не, ну вот это большая тема, я предлагаю сейчас, на секундочку, может быть, прервемся и сразу после небольшой рекламы на телеканале России продолжим. Потому что и де-факто, с чем мы сейчас столкнулись? Мы ведь столкнулись с тем, что вот ужасы Великой Отечественной войны, они постепенно вот встают перед нами. Почему нас и не понимает ни Америка, ни Запад? Потому что это наша кровь, наша боль. Фантом. Да, вот этот страшный фантом нацизма, который поднимается на Украине, и ведь ужас в том, что он уже просыпается во всей Европе. У нас равный жизненный опыт. Да, сейчас небольшая реклама, после которой продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжаем говорить с людьми, которых обоснованно называют властителями дум, о том, что же будет с Родиной и с нами. И вот мы когда начали говорить об историческом пути, о том, что происходит, ведь для многих удивительно и совершенно неприемлемо то, что у России вдруг появляется свой путь. Для них кажется совершенно диким, потому что казалось бы, что с 90-го года у России есть нарисованная ей другими людьми судьба, которой надо следовать. И когда мы говорили о том, что на Украине пошло не так, то что русский народ, проживающий в Крыму, вдруг сказал, минуточку, а нам не надо указывать, как нам жить. Это не сценарий нашей жизни. Мы другие. Знаете, вот я на Украине бывал постоянно последние, не знаю, там, 10-15-20, наверное, лет. И я всегда замечал вот эту вот странную такую дихотомию отношений. То есть, с одной стороны, вроде бы дружба, прекрасно все общаются, а с другой стороны, периодически прорывались какие-то удивительные вещи. Например, писатель, идет какое-то уже неформальное общение, и вдруг писатель начинает, украинский писатель начинает так ласково шептать, москалей на ножи, москалей на ножи, подходит к каждому из приехавших из России, а так вот с улыбочкой ему это шепчет. Ну, мы как-то так это воспринимаем, как какое-то странное дурачество, потому что вроде бы человек совершенно не... Черный юмор, да. Да, там, не украинский какой-то националист, а сейчас, например, этот человек пишет какие-то тоже возмущенные письма, да, за что же вы нас так, мы же вас так любим. И вот это вот собственное поведение на протяжении многих лет он как-то совершенно не замечает. Вот, то, что ему обязательно надо было к каждому русскому гостю подойти, вот так вот сказать. Надо отметить, что это в России даже близко ничего подходит. Мы просто это все воспринимали как какой-то юмор, черный юмор. Нет, у нас даже самой такой идеи выделять там украинец или русский не существует. Да, она невозможна, эта идея. Она невозможна. Мы сейчас как раз чувствуем здесь таким... Нет, нет, вы говорите, что вот наш подход совсем другой. То есть для нас это абсолютно... Но теперь это вы понимаете, что это не юмор. Это совсем не юмор, это трагедия. Что же они сделали со своим народом, что великолепные, прекрасные, прекрасных людей довести до такого уровня. Мне всегда казалось, что национализм это форма душевного заболевания. Так же, как антисемитизм. То есть вот когда человек, постепенно у него умирает умственная активность, он превращается в националистов, антисемитов, а что угодно еще. Тогда он начинает ненавидеть. Мне кажется, что нормально, всегда кем-нибудь не может. Я скажу, вот посмотри, вообще, вот все мы принадлежим к поколению, которые на самом деле, ну, в советское время... Для нас Украина это часть Родины, да? Конечно, абсолютно. Мы в армии служили, присягу давали кому, в том числе Украине. Вот я на самом деле, действительно, вот без горечи, я вот иногда думаю. Вот я вспоминаю Украину в советское время. Как бы что-то про Советский Союз не говорили. Но Украина это была мощнейшая республика. Мы с мощной культурой, с мощной, так сказать, интеллектуальной листью, промышленной. Кинематографией, это все. Да, кинематографией, театром. И я вот думаю, я как ни странно, хотя я, конечно, вроде с той стороны, понятно, вот сообщение, украинской армии нет. И вдруг мне горько, я думаю, до чего довели страну за 20 лет. Абсолютно правильно. У нее даже армии нет. То есть ее, я так понимаю, ее может сегодня Венгрия туда в войска ввести, может Чехия, я не знаю, может Словакия. Понимаете, вот до такого уровня довели... А Турция по дороге в Польшу просто остановится заправиться. Да, вот до такого уровня довели действительно прекрасную страну. И вот это вот ужасно. Поэтому вот это, конечно, очень горько и, так сказать, невозможно не сопереживать вообще с украинским народом. И в этом смысле я надеюсь просто, что там, ну, конечно, все равно должно быть большинство украинцев, которые совершенно не могут принимать вот это. Может быть, они молчат, может быть, они обманут. Ведь для нас это почему страшный пример. Вот 20 лет оболванивания приводит к тому, что люди перестают понимать, что Бандера и Шухевич это преступники. Ну да, да, да. Это же 20 лет оболванивания. А посмотрите, что было у нас в течение многих лет, когда у нас не было идеологии, у нас не было ничего понятного про нашу историю. Нас учили стыдиться своей истории. Нас учили стыдиться де-факто своей родиной и своего пути. Вот, видишь, Карен сказал удивительную вещь. И только в последнее время, да, мы стали ощущать себя совершенно по-другому. Мы только в последнее время стали вот плечи-то расправлять. Карен сказал, что мы сейчас присутствуем при историческом процессе. Мы свидетели истории. И эта история ошеломляющая. Потому что проблемы Крыма еще два месяца тому назад ни в одном из нас не существовало. Конечно. Проблема Крыма возникла как чудо. Она, эта проблема, не была предсказуемой. Мы смотрели Олимпиаду. Мы болели за хоккеистов. И вдруг из этой бездны, именуемый исторический процесс, всплыл, всплыла эта холхида. Ведь теперь, когда это произошло, мы должны понять, что история, русская история, она объяснима только с точки зрения чудесного чудесного. Вся русская история, она складывается из бесконечных катастроф, где мы должны быть погибнуть. И всплывание, возлетание, вознесение этих катастроф, это чудесный процесс. И сегодня, несмотря на то, что, да, тяжело, мучительно, страшно, опасно, бендеры, исторический оптимизм связан с тем, что чудо происходит, оно произойдет. Я не знаю, как будут развиваться события на Востоке, на Западе, но русская история двинулась, поход начался. Ведь русские идут. Я помню снимок 44-го года в журнале, я видел снимок. Это была, по-моему, это или это Кёнигсберг был, либо это была какая-то Прибалтийская республика, это готические соборы, муставая, хорошо выложенная. И по ней идет колонна русских солдат, изношенные династерки, какое-то маленькое, манголоидное лицо, какой-то длинный, худой. И они идут по флагу, на котором свастика. Они этой колонной, изнуренной в боях, прошли тысячи километров, они проходят по этой свастике и топчут ее. Вот русские идут, этот поход против свастик мира, русские идут во всей своей истории против всех мировых исторических свастик. В этом русское мессианство. И поэтому я спокоен за будущее и Украины, и России. Я вот недавно, просто случайно в толще стихов своих, нашел стихотворение, которое носит такой заголовочек 31 мая 1997 года. Это уж многие забыли эту дату. Это дата, когда Ельцин с Кучмой подписал, казалось бы, навсегда договор, русско-украинский договор. И у меня под стихом маленький курсион написано, день окончательной сдачи Крыма. Я прямо вздрогнул. Оказалось, видите, все-таки тогда я был слишком пессимистом. Неожиданно, не окончательная сдача Крыма. Это как раз то чудо, о котором говорит Александр Андреевич. Знаете, я хотел бы сказать про анти-чудо. Ведь Украина, действительно, как сказали, это была богатейшая, богатейшая часть Советского Союза, богатейшая республика, у которой были все основания к тому, чтобы прекрасно развиваться. И недаром в ту пору все украинцы, в общем-то, радостно говорили, жители Украины, говорили, мы сейчас заживем. Вы в России сейчас будете страдать, а мы заживем, потому что у нас все есть. Оказалось не так. И за эти 23 года Украина потеряла свою промышленность, она потеряла армию, сельское хозяйство. А что произошло с культурой украинской? Украинские писатели, по сути, украинские, либо небольшая, очень небольшая часть работает на Запад, на западный рынок, вот Андрей Курков, если не ошибаюсь, есть кто-то еще несколько имен. А остальная часть работает, пишет на русском для русского читателя. И Украина сама читает по-русски и читает русских писателей. А что произошло с кинематографом? Собственно говоря, Украина стала, ну вот как Канада для США, такая съемочная площадка сериалов. Канаду снимают еще кино. Канада еще снимает, да. Ну там очень много такой продукции есть все-таки. Да, у нас, конечно, количество компаний, созданных Киевом, которые работают для сериальной продукции в Москве. И вот, собственно говоря, если Россия, пройдя вот этот какой-то страшный и сложный путь за эти годы, ухитрилась действительно чудо совершить, то Украина ухитрилась, ухитрилась совершить античудо. А на ухитрилась вот наоборот все взять и потерять, и рассеять, и поссорить народ, собственный народ, который там живет, рассорить между собой. Ну при этом меня удивляет, что ведь Украина нам вот еще раз показывает, да. Вот Майдан, 2004 год. Вот вы так этого хотели, да. Все кричали, Майдан, это так здорово в нашем институте, который за этот Майдан и хотели его принести в Москву. Десять лет после Майдана народ жил все хуже и хуже. Ничего не сделано, да. То есть получается, что же так призывать к Майдану, если это приводит к абсолютной потере даже представления о государственности и о народе. То есть нам вот перед нашими глазами, вот на наших там ближайших, показывают примеры социальных экспериментов, привнесенных. И показывают их результаты. Но надо же быть идиотами, чтобы не видеть и не понимать этих результатов. И когда нам говорили, да, откажитесь от собственной армии, откажитесь от собственного военного промышленного комплекса, живем в новое время. И уничтожали Югославию. И вот сейчас Украина отказалась, и что? И посмотрите, да, мы проводим учения, и проводят учения Украины. Но это же небо и земля. То есть это просто небо и земля. То есть, ну, есть же и глаза, есть же понимание, мир же не прост. Но там у нас ракеты, земля не была. Знаешь, что еще ужасно? Вот мы сейчас стоим, разговариваем, я все-таки думаю, ведь с чего-то это началось. Я вот сейчас начинаю вспоминать информацию. Все-таки, конечно, Янукович удивительный человек. Он эту лодку раскачал. Он то разговаривал с Евросоюзом, то он разговаривал с Москвой. То он разговаривал с Евросоюзом, то с Москвой. Да нет, это просто в один момент времени он прочитал документ, который должен был подписать. И знаешь, что я хочу... Я ужаснул. Все-таки я надеюсь, что на Украине нас тоже смотрят. И если... Я хочу обратиться к тем, кто стоит на пороге выбора, потому что все только начинается. Если народ Украины думает, что если они завтра, то что называется, будут под Евросоюзом, и что их жизнь резко изменится, ой, не ошибитесь. Ой, не ошибитесь. Потому что это абсолютно... Я даже не знаю, как объяснить... Леонид, объясните очень просто. Они были не так давно великой частью народа-победителя. Они были народом-победителем, страной-победителем. Сейчас они как будто ищут, кому сдаться. Они пытаются уйти от собственной идентичности. С криком «Украина, цель Европы!» Да Украина, цель Украина. В этом же смысл. Не надо быть никем, кроме себя самого. Россия же не пытается стать никем другим, кроме России. Америка не пытается стать никем другим, кроме Америки. Попытка страны сказать «нет, мы есть, не мы на самом...» Ну это что, игра что ли между хомячками и крысками? Мы не хомячки, мы крыски. Я, знаете, ну вот сейчас у меня такое... Я вдруг представил себя одним из моих там дядек, теток, простых людей на заваленке. Алтайский край, город Славкан, цигарка, сидят, так вот слушаются, разговоры, вот. Чтобы прийти к простой такой формуле, к которой я на самом деле пришел, вот после всех этих рассуждений, что ведь эта картина иначе и не выглядит. И вот так вот сидеть, цигарка, и так... А ведь вопрос-то простой. Все прогнулись под Америкой. Все. Все под Америкой прогнулись. А Россия не прогнулась. И тут как? А как это? А ну-ка! Я мог словечко более такое употребить, ну для эфира, что называется. Мы употреблю, прогнулись. Да, употреблю, прогнулись. А Россия не прогнула, понимаешь, да? И все, подчеркиваю, все. Я беру не Восток, а Запад. Вот. А Россия не прогнула. Ка-чего? Как так? Мы дали, а ты не... О-о-о, нет. Простая формула вот такая. При всех экономических интересах, при всей политике, но простая формула. Как это? Нет. Но вот если нас смотрит Украина, как сказал ему это, вдруг нас действительно смотрит Западная Украина. Конечно, мы все ожесточены, бендеровчина. А я хочу вот что сказать. Я помню, когда еще был достаточно молодым человеком, параджановский фильм «Тени забытых предков». Кто ж его не помнит? Это божественная песня во славу Западной Украины. Ну, Закарпатская. Ну, Закарпатская. Закарпатская, да, конечно. Это разница. Ты говорила. Это была песня во славу этого чудесного, мистического, языческого, божественного народа. Я сохранил себе вот это обожание. Несмотря на то, что я сейчас возмущен, во мне живет это негодование, я убежден, что вот это первое впечатление о западенцах, оно сохранится у меня до смерти. О Закарпатцах. Ну, в Закарпатцах. Они очень разные. Закарпатии, это очень разные. Настроения там сегодня разные, я это знаю. Разные абсолютно. Там другие настроения совсем. Там она совсем другая. У нее настроение, как на Востоке. Но не надо давать им понять, что мы их люто и навсегда ненавидим. Да нет, конечно, это мы. Да нет, мы его и нет. Это еще одно, что мы любим. Можно их себе, так я себя ненавижу. Есть нормальные люди, но просто надо говорить на человеческом языке. Мы говорим о бандитах. Это язык искусства. Язык искусства тем и важен, что у Паранжанова нашелся этот язык. Он создал эту потрясающую метафору национализма, языческого, мистического национализма. Я их обожал, будучи патриотом своего народа. Я их обожал, преклонялся. Всего песни из этого фильма живут во мне. Вот что такое язык искусства. А ты Вагнер. Вагнер вам, значит, уже не нравится. Пора, пора, порадуемся. Это тоже пели во Львове. Да. Это все... Но мы же хорошо помним, что Львове это практически Париж-то. Мы заговорили об этой силе искусства, об объединяющей. А есть ли еще вот этот шанс не рассориться до конца? Ну, конечно. Он не только есть. Я думаю, вот, Сергей правильно сказал. Это вообще старая славянская забава. Мы должны вообще не забывать, что между русскими и украинцами это происходит не первый год, не первое десятилетие, не первое столетие. И, так сказать, и все было. И все равно в конечном счете, в конечном счете, все равно мы вместе, все равно мы ощущаем друг друга близкими очень. Как бы мы сегодня не относились, как бы мы не отрицали, даже нацизм украинский, все равно мы понимаем, что это беда не только украинцев, но это и наша беда. И мы и так к этому относимся. Поэтому, конечно, нет у меня, нету сомнений, что, так сказать, это не нечто такое, что выроет между нами, так сказать, пропасть будет этой. Я бы хотел вот что сказать. Во-первых, тут еще, вот Александр Андреевич правильно все говорил, но я бы хотел отметить, что вот в сегодняшнем эта история для России. Вот, конечно, Крым и Севастополь, вот в понимании, это русские. У меня отец штурмовал Севастополь, чистокровный армянин. И он штурмовал русский город, и для него это было очень важно. И, так сказать, и, конечно, но то, что страна, вот посмотри, в принципе, страна многонациональна. То есть, он отбивал русский город у немцев? Да, 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 будучи чистокровным армянином. То есть, как бы я говорю о том, что, и, конечно, с ним, у него батарея была почти сплошь казанские татары. Там 70% с ним служили казанские татары. То есть, понятно, что это была советская армия. И сегодня вот Россия, вот я посмотрю, в принципе, все испытывают одно и то же. Кавказ, это татары, это объединяет Россию сегодня, вот вопрос к Крыму. И это очень важно, это очень правильно. И вот я бы, у меня мама, вот она такая простая человек очень, на самом деле, она, я хорошо помню, 22 года назад она сказала замечательную фразу, когда Советский Союз рухнул. Она говорит, вот, качели упали. И она говорит, ну так не будет всегда. Качели обязательно выравниваются. Вот сейчас вот, они выравниваются. И вот это не остановить. Это свыше, это исторический процесс, который невозможно остановить. Действительно выравниваются качели. Да, красивый образ. А я еще уповаю на то... И вообще маму надо всегда... Я еще уповаю на то, что... Спокойной ночи, все это, малыши. Я говорю, уповаю на то, что существует два таких мощных очага православия. Там это Киево-Печерская лавра и под Тернополем Почаевская лавра. Пока идут там службы, не может пресечься связь с Россией. Я уверен в этом. Я как-то очень по судьбе связан, например, с Почаевской лаврой. Я там, можно сказать, скрывался, работал в Олимпийское лето, когда я, так сказать, в меру диссидентствовал. И там просто работал маляром. За мной туда, кстати, не поленилось приехать к КГБ. Меня ключарь, украинец, снял с лесов. Леса такие были, дощечки прогибавшиеся. Я сказал, за тобой приехали, вот можешь выйти через задние ворота. Я вышел, он меня не сдал. Я сразу уехал, и благодаря этому меня там не прихватили. А если бы это случилось в Москве, вы об этом еще не знали, может быть, несколько месяцев. Но прихватили позже в другом месте. Ну, это все-таки совсем, на меру и смерть красная, понимаешь? Это главное, что КГБ работало эффективно. И поэтому несколько раз уже пытались штурмом взять Почаевскую лавру местные националисты. Монахи закрывали ворота, миряне собирались, отстаивали. Это собирали, еще брали ее не сейчас, а еще во времена той оранжевой революции. И сейчас обе эти лавры окружены националистами. Дай бог все-таки, что бог все видит, и службы там не прекратятся. А в лавре Киево-Печерской могила Столыпина, тоже дорогая каждому русскому сердцу. В общем, такие духовные связи, которые не прервешь. Украинцы довели русский Черноморский флот до катастрофического положения. Они запрещали пополнять состав кораблей, и наши корабли ржавели, старели, бывали строя, и уменьшался контингент. Я теперь очень надеюсь, что теперь немедленно будем наращивать группировку нашего флота. В Балаклаву вернутся наши подводные лодки. Все фрегаты и корветы, которые сейчас заложены в нашей верховке, вернутся туда, в Севастополь. Я думаю, что будет построен авианосец, который будет называться «Дружба», и он примирит всех, которые находятся на Украине. Валай, я еще одну репутацию хочу сказать. Причем сейчас мне эта мысль пришла в голову, что я волею судеб снимал картины. Вот я в 90-м снял Рой фильм, там про Роспалтия, Роспалтия Советский Союз. В 91-м я Патриотическую, Первый путь. В 93-м Макаров, это все связано этими картинами, Третий путь. Потом снял мусульманина Чечня. Меня стали спрашивать, ты что дальше собираешься снимать? Дальше этот круг вот этот роковой, он как бы чуть-чуть прервался, хотя дальше я опять шел по этапам истории нашей, этой гибели империи. То есть у меня была возможность так или иначе погружаться во все эти периоды. Гибель империи, это октябрь и война первая, и так далее, и тому подобное. Да и даже в 72 метра там был затронутый участник. Конечно, да, вы помните. И для меня лично, сейчас вот закончился, а сейчас я заканчиваю фильм «Бесы» по Фёдору Михайловичу Достоевскому. Более актуально придумать невозможно, просто. И я нахожусь в таком каком-то трепноволнении, думаю, что это, что это такое? Есть ли это какой-то роковой круг? Или это может всё кому-то помочь? Может это кому-то или помочь, или нет? Потому что вроде удалось сделать картину эмоциональную, не по следам, а эмоциональную. И вот меня сейчас больше всего волнует это, а получится ли воспользоваться вот опытом, скажем, того же Фёдора Михайловича Достоевского, получится ли чему-то научиться? Вот это меня на самом деле интересует больше всего, пока других примеров я что-то... Получится, получится, потому что я всё время, думая о Крыме, вспоминаю Пушкина. Например, среди зелёных вод, лапзающих Калхиду, на утренней заре я встретил Нереиду. Это обожание. Или фонтан любви. Фонтан, я в дар тебе принёс две розы. Это тоже обожание Крыма, обожание татарского Крыма. Вот я думаю, что русское сознание, которое сейчас интегрирует Крым, многонациональный Крым, он же интегрируется не в пустоту, он же не в Вологодскую губернию. Он интегрируется в огромную, многонациональную русскую державу, где всем должно быть хорошо. Где и татары крымские, астраханские, казанские, они давно уже составляют великую евразийскую, православно-мусульманскую, тюркско-славянскую культуру. Поэтому уроки все будут воспользованы. Дурное будет отвергнуто, а чудо восторжествует. Как говорили во времена нашей молодости, историю творит народ. Вот увидим, какой выбор сделает народ Крыма в воскресенье. Я благодарю зрителей и участников программы. До встречи на следующей неделе. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова